Часть третья. Театр и костры. Глава первая. Царь устал. Царь Алексей устал. Сутулил крутые плечи, выставил вперед холеную бороду, сидит, уперев подбородок на посох индейского дерева с оголовьем рыбьего зуба. Прохладен, приятен посох. Прохладно, приятно в такую жару и каменное кресло царя. Прадед царь Иван Васильевич сиживал на этом гульбище, что прилепилось к высокой Вознесенской церкви в царском селе Коломенском. Гульбище, здесь балкон. Балконец над кручей, внизу Москва-река, вся в белых да в желтых купавках. По берегу обступила ее березовая роща, вся в солнце, в лиственном звонком шелести. За Москвой рекой зелен бархат великого луга, под легким небом в белых, в сизых облаках. По лугу лентой Москва-река вьется. Озера на ней низаны, плывут тени от облаков, ветер ходит, трясет, бобровые палки в воде, цветки на лугу. Бобровые палки, метелки речного камыша. Балконец в тени, солнце идет за церковью, хлещет светом на луг. Вдалеке деревни всходят дымы, бродят пестрые стада, а влево далеко развалилась на семи своих холмах деревянная приземистая Москва в зеленых садах. Высоко видны купола до кресты, до орлы кремлевских башен. Горят, как жар, медные крыши царева верха и райская обитель. Нет, не райская. Много изведал и испытал царь Алексей с той поры, как в такой же летний день густо трижды ударил колокол Ивана Великого на исход души отца его, царя Михаила. Стыдный восторг жег тайно душу Алексея. Мечты клубились облаками в сердце молоденького в юноше, а дядька и пестун его, седой боярин Морозов, упав на колени, плача, целовал руки у него, у выкормыша своего. Царь ты, де теперь, Алеша, царь роженный, не многомятежным народом, а самим богом ставленный. Много воды с тех пор утекло. Над Москвой серым облаком пыль да дым. Народу там живет верно много, но и дымит, пылит народ. Своим невежливым обычаем жить хочет, бунтует. Устал царь Алексей от Москвы, от зычных палаточных криков, от матерной ругани с Ивановской площади под окнами царева верха, от колокольного звона, от шептов царицыных баб до родни, от царского тесного чина, от боярских бород шильями да метлами, от пухлых, белых и жадных их рук с цветными перснями, от умильных и неверных голосов их, а пуще всего, от их боярских слов, хитрых, сперва неприметных, приятных, вползающих в сердце, а потом нарывающих на душе, словно вот как в пальце нарывает заноза от неприметного шиповника. Тесный чин здесь церемония. Второй день отсиживается царь в Коломенском, никого не видит, в душе горечь и досада садниют. Дел в Москве и... да устал он, человек-жен. Не покидает царя досада. На заре сегодня указал Алексей Михайлович своим сокольничьим ехать с ним, с царем, за реку на луг. Тешится соколиной охотой на гусей да на уток озерных. Выехала охота с царем сокольничьих полфтораста. В белых кафтанах на грудях орел, золотой шапка с косым выемом, губы алы, зубы жемчугом блестят в курчавых усах да бородках. Все, как один на серых аргамаках, на коротких стременах сидят по-татарски. Полфтораста, сто пятьдесят. У каждого на левой руке по соколу, в бурых да в белых пятнах, головки у птиц под колпачками, на левой лапе кольцо золотое да цепка. Красота в ясный июньский день да на зеленом лугу. И взлети с озера из камышей, быстрый селезнь, головка вперед вытянута, крылья мелькают сзади, бросил сокольничий Васька Апраксин, самого первого царского сокола, Ширяя. Взвился Ширяй, огляделся, выставил вперед когти, ринулся, стремглав на селезня, а тот матерый хитрец в кусты. Снова взмыл гордый сокол, оглядел луг и вдруг гореть, упав молнией на бешено мелькающего крыльями селезня, обнизил, промахнулся, пропорол себе грудь об острую ветку тольника. Ахнул, скакавший за своим любимцем царь, вздернул, осадил коня, перегнулся из седла, смотрел на бедную птицу, бьющуюся на траве комком кровавых перьев, видел, как кроет ярый ее глаз тихая смертная плена. Нет счастья тем, кто горяч вздохнул царь, нельзя, эдакто, и указал ко дворам. Царь не снял охотничьего убора, сидит один, пока не нагрянули бояре. Позади церкви зазвенели трубы, забили барабаны, донеслись глухо команды, солдаты в полдень меняли караул. Чу? Густая ломаная руга, немцы, полковник Крауфорд, матерится он. Сукины сыны, — мотнул головой царь, — идут мимо, глаза пучат, ногами окикони топочут, а чуть что жалования больше просят. Царь, государь, смилуйся, пожалуй, нас, холопей своих. Под Ригой опозорились. Рига, вот о чем неизбывно болит Алексеева душа, с нее, с Риги, все неудачи. Словно сокол ширяй напоролся царь на Ригу. Рига не дает дышать и в коломенской прохладе. Пошел царь воевать против польского короля за свои обиды. Набил польских да литовских людей бесчетно. Греческую веру в Литве утвердил, а сколь городов взял, не упомнить, Вильну взял, Ковну, Гродну. В Европах куранты уже писали, Московские делюди не токмонадменны, а впрямь грозны и сильны. Польский король уж мира запросил, и мир еще был не ученен, а Федь Картищев, постельничий, уж сумел уговорить поляков, писали бы они царский титул снова прибылыми дополнениями, величали бы поляки его всея великие малые и белые руси самодержцам. Напуганы были паны и согласились на это. Безбожный лютер, шведский король Карл X в московскую победу хитро встрял, бросился с ратными своими людьми на Польшу и половину прусской земли занял. Стал из-под русского меча жар чужими руками загребать. Польский король из Силезии да австрийский император Фердинанд III из Вены впрямь грамоту за руками дали московскому царю, что они, где и Алексея Михайловича королем польским изберут, да будет он крулем польским наследственно. Только бы царь оборонил Польшу, спас ее от шведов, обещано это все равно, что свое. За руками здесь, за подписями своими. И послал царь боярина Куракина в Москву из Вильны слобного места объявить, молился бы народ об избрании царя польским крулем, да еще об победе над шведами. Соберет тогда он, московский царь, всех христиан под свое крыло, станет грозой всех поганых да неверных, освободит греков от султана, грузин от персов до турок. 5 июля 1656 года царь торжественно под колокольный звон из Вильны въехал в Полоцк, а через десять дней пошел в Ливонию против шведов. По Темкино-воеводу Петра Петровича патриарх Никон благословил идти прямо на стекольню в Швецию. Из полоцкратных людей до весь запас пушечный и хлебный повезли вниз под Венерике на дощаниках. В раз взяли Динобург крепость, всех избили там шведов, и царь заложил в той крепости церковь во имя святого Бориса и Глеба, а город переименовал в Бориса Глебов город. Потом взяли крепость Кокенгаузен, переименовали в царевич Димитриев город. К Риге царь подступил уже после Успеньева дня, 15 августа. Сошлась тут рать царя с ратью воеводы князя Черкасского. На Ригу двигались обученные изназемными московские солдатские дострелецкие полки полковников Сиклера, Крауфорда, Говена, Альмана, Юнгмана, Раппопорта, Штадина и другие. Посады вокруг Риги были захвачены, выжжены, разгромлены. Указал царь только не трогать садов. Больно утешны были сады над Ригой. Семеного дня, 1 сентября, шесть пушечных ломовых снарядов начали бить по крепости и городу. Дымные бомбы летели туда днем, огненные ночью, из толстых черных стен Риги с круглыми прокопченными башнями, как из печки стоял стеной дым пожаров, ночью полыхало зарево. Ломовые пушки Москвы били подряд неделю, две ломали стены башни, в городе не осталось целого дома, рижане забились в подвалы, ели уже конину, кошатину, собачину. Московская рать рвалась вперед на стены. И приступ было указано начать на 16 сентября. На Ригу шла неодолимая сила, благословленная самим Богом и Патриархом. И, сказывали московские ратные люди, на закате в алых облаках над Ригой самовидели они царя Алексея. Ехал царь на рыжем коне, с огненным крестом в руках, под огненным стягом, а за ним шло на Ригу бесчисленное войско. И тут объявилась измена. Сбежали из царской рати иноземные начальные люди, офицеры. Проскользнули в Ригу, упредили коменданта графа Делагардия. Другие же иноземцы с великой хитростью тогда же, темной сентябрьской ночью, Московская рать отдыхала, спала богатырским сном после боевых трудов. Зажгли на двине московские дощаники со всем запасом боевым дохлебным. В одном из поднем выскочил из царского шатра сам Алексей-царь, Увидал в смертной досаде, как жарко горели его посуды на черной воде, Как полыхало пламя, летели головни, бочки с порохом рвались так, Что земля дрожала от пожара стены и башни Риги, казались накаленными до красна. Из осажденного города слышно было, шумели шведы, хохотали радостно, Гремели барабаны и по освещенному пожарам московскому стану Цельно били шведские пушки. И видели московские ратные люди, Приоткрылись восточные ворота крепости, Впустили туда, словно черных крыс, изменников офицеров. Утро встало в кислом, холодном дыму, в тишине, в осеннем дожде. Что делать? Зима. Ледостав подходит. Собрал царь в теплом своем шатре на совет бояр-воевод весь начальный чин. Долго бы они сидели молча, броды уставя, Да поднялся с железным громом и скрипом своих лад Седой, восьмидесятидвухлетний генерал-граф Лесли. Встал в железных доспехах, вытянул, Положил желтые руки на рукоять длинного меча. «Батушко, сарь!» — сказал он ржавым голосом. «Нельзя нам биться! Надо отступать! Силу собирай!» И, заскрипев железными налокотниками, развел руками. «Моё слово тверд! Надо назад! Да, лодок у нас нету, мы сей час нижше, Шведы с моря везут и войск, и хлеб!» Обвел царь глазами совет. Немцы смотрят ясно, твердо, Словно не иноземных рук было ночное воровское дело, А русские начальные люди потупили очи, Вздыхали скорбно, проморгали, что и говорить. Вскружили всем головы легкий успех да проклятое винище. Царь понимает, прав старый граф прав, да ведь старик-то сам чужой, нет ли и тут измены. Никон-то патриарх победу пророчил, ему виднее, с ним сам Господь Бог, а я должен решать. Я-то царь? Упрямо обиженно окаменело царёво сердцем. Смотрит он ветер, закинул полушатра. Туман дымился. Бледное солнце проглянуло, Трепетал перед шатром ряд Для штурма заготовленных знамён с надписями «Deus pro nobis, cui contra nos» «Если Бог с нами, кто против нас?» Латынь. «Приди к нам и покайся, Бойтесь Бога, царя чтите, Коронуюсь я честно, берегитесь, Во гневе я жесток, Истинно сказано, я жесток, Подумал царь, да, жесток». И, подымаясь с орлённого кресла, Указал натужно, простылым голосом, «Повелеваю приступать к Риге, с нами Бог». Глухой ночью ахали московские пушки, Кинули в город две тысячи бомб, Зажгли пожары, Под дождём и снегом московские люди Забросали вязками хворосты И мешками с землёй рвы, Срубили надолбы, Подтащили к стенам и башням лестницы, Верёвки, крючья, И с бешеным криком «Москва!» Полезли на стены, Супротив в упор бьющих пищали и пушек, Против извергавшихся потоков кипятку И горящей смолы. Отдохнувшие сытые повеселевшие шведы Отбили приступ и, осмелев, Сами выскочили из ворот За отхлынувшими русскими, Гнали их, Захватили семнадцать знамён, Все ближние пушки. Под Ригой тогда Легло четырнадцать тысяч чёрных людей С ружьём, Со слопами, Топорами в руках. Подходила зима, Надо было уходить. И не по реке в лодках, А под дождём, По невылазной грязи Осенних дорог Бежали царские рати На зимовку в Юрьев, Царевич Дмитриев, В Бориса Глебов, А сам царь По первопутку унёсся в Москву. За зиму шведы пущи окрепли, Осмелели, И весной следующего года Фельдмаршал Карла Десятого Крюс Пошёл из Выборга Через Карелию в Ливонию, На Псков, Где взял Печерский монастырь И разграбил его. Воевода Шереметьев Бросился встречу Крюза. Долегли они Десять тысяч ратных людей Под городом Валком зря. Война, как сорная трава, Пробивалась, прорастала, Вспыхивала всюду, Сперва мелкими побегами, Потом, кудряво разрастаясь, В интриги, в измены, В предательства, В кровавые бои. Ладно, что в Нарве Сидел с ратью Боярин и воевода Ордын-нащёкин Афанасий Лаврентич, Больно обходительный со шведами, С Делагардием Первый друг-приятель. Но и он доносил неутешительно, Что крымский хан Сговаривается со шведами Вместе ударить из степей На Украину, на Польшу, А в Познане и в Кракове Шведы успели так зажать панов, Что те выбрали В тех областях Шведского Карла X Польским королём. Час от часу не легче. Поступили вести, Что к Гетману Богдану Приезжал секретарь Польского короля Пан Беньковский Вместе с послом Австрийского императора Архиепископом Петром Парцевиком. Уговаривали они Хмельницкого Бросать Москву. Царю всё равно Польским крулем не бывать. Хмельницкий Умер в своём чигирине, Оставив после себя Гетманом своего сына, Молоденького хлопчика Юрия, Чему обиделся Сиваусый Войсковой писарь Выговский И пошёл Против войсковой старшины, Держа открыто Руку поляков. Рига Словно Раскрыла Волшебный ящик, Откуда Поползли Все эти Злосчастья. Эх, Рига! Устал царь. А что делается? Переслал на медний Царю-патриарх Челобитную Полоцкого Богоявленского Монастыря Архимандрита Игнатия И Евлевича, В которой Он и Черноризец Титуловал царя так. О, избранный Круль Польский Великий Князь Литовский Прусский Жмутский Мазовицкий Лифлянский И прочее. Прочитав, Потемнел царь. На смех, что ли, Прислал ему Патриарх Эту грамоту. Все же Все Просимое Глупым Чернецом Этим Приказал Выполнить. Всю Эту Замятню Никон Натворил Не иначе. Пустосвят Он. У бояр, Как об Никоне Заговорят, Глаза Вылазят, Слышать Не могут. Стрешнев Семен Лукьян Пса Дворового Своего Назвал Никоном, Тот На задних Лапах Служит, Да лает На всех И смех, И срам. Патриарх Не в свои Дела Лезет. Теперь На него Несут Бояре. Он Золото Брал Из Польского Короля И Из Езуита, Что его Соблазнил. В Думу Бояре Никона К себе Не пускают, Бунтуют. Бесславье Рижское Его Никонова Дело. Дома На Москве Все Тоже Прахом Идет. Люди Датшные От Воевод Бегут, С войны Бегут Ратные Люди Во все Концы На Волгу, Казакам На Дон, В Сибирь, На Амур, Гулящих Людей Да Беглых По лесам Все Больше, А на полях Пашенных Мужиков Меньше. Хлеба Стало Мало, Хлеб Дорог. Взяли Нещадно Десятую Деньгу С народа С животов, Дело Доходит До Пятой, Крик Кругом, Того Гляди Опять Забунтуют. Надо Бы Все Сказать Прямо В лицо Патриарху Отрезать, А как Скажешь. На Медведя Легче Выйти, Чем Патриарху Правду Сказать. Засыплет Он Тебя От Писания, Обожжет Взором, А ну, Проклянет Того Гляди, Всем Веки В Будущем. И Царь Аж Глаза Зажмурил, Вон Тут Патриарх Перед Ним, Весь В золоте В алмазах, Глаза Как У волка Горят, Голос Труба, А ну, Патриарх, Бог Ли, Дьявол Ли, Кто Его Знает. Боится Царь Алексей Патриарха, Сам Видит, Что Боится, Досадует На Него, А Избыть Его, Уйти От Него Нету Сил, Царица Небесная, Вразуми. Трудно Шило В мешке Утаить. А Скоро Вышло Такое Дело, Что Загудела Вся Москва О Сваре Царя До Патриарха. Пожаловал В Москву Старый Царь Грузинский Теймурас С великим Плачем С обидой На Персов, Что Грузию Захватили. Ехал От Ворогов Тех Своих Тайно Просить У Царя Алексея Милости. Москва Таких Чужих Сирот Всегда Привечала. Просят, Значит, Пригодятся На случай В будущем. Давно Москва Сильно Жаловала Татарских Ханов, Что Из степей Своих К ней Бежали. Первым Выбежал На Москву Царевич Касым, Сирота Казанский, И Пожаловал Его Великий Князь Богато Городком В кормленье В Мещерской Земле Да Мужиками Черными. Стал Жить Царевич Вольно В своем Касимове Городе Былым Ханским Обычаем С женами, Сослугами, С мечетью, С ратью Малой И С соколиной Потехой. Ну, Хан. За ним Сибирские Жили в Китае Городе Царевыми Захребетниками. Царя Под ручки Важивали Для величания. Почет Царевичи Ведут. Пышно Встречала Царя Таимураза Москва. На Ивановской Площади Промеж Соборов Перед Царевым Верхом До Патриаршей Палатой Стеной Стояли Стрельцы. Красная Площадь Полна, Народ Ходит Взводнем, Давит Друг Друг Ребята Пищат Барабаны Бьют Колокола Звонят Пыль Столбом И едет Площадью Медленно На черном Жеребце В кованой Сбруе Под седлом Барсова Шкура Сам В серебряном Доспехе И в шлеме Витязь Величественный Старый Серебряно Усый Чернобровый Красивый Как полная Луна Царь Таимураз А за царем На пляшущих Конях Свита Один к одному Все красавцы Молодые А старые Горбоносые Седоусые С огненными Взорами Еще краше Мужики Мужики Аж смеются А бабы Да девки Кисейными Рукавами Лица Закрывают До чего Все Хороши А за царем За Таимуразом Подарки Везут Кони Под коврами Слуги Как тополи Стройные Сундуки Чинаровые Несут А что В сундуках Не видать Едет Царь Грузинский Из Спасских Ворот И прямо В грановитую Палату Проезжает Как так Царь То нашей Веры Православной Да не Помолившись В Успенском Соборе Почему И Московские Люди Переглядываются Глаза Прячут Глаза Щурят Бородами Поводят Да и Патриарха Не видать Не доехал Царь До крыльца Закричали Царские Приставы Руками Замахали Стой Царь Таймураз Да его Люди Грузины Спешились Коноводам Отдали Коней По красному Сукну Идут Красному Крыльцу На крыльце Бояре В шубах В шапках Высоких По ступеням Рынды В белых Кафтанах В горностаевых Шапках С серебряными Топорами Жильцы Подарки На показ Встречи Держат Шубу Черных Соболей Да шапку Кланяются Идут гости По лестнице Гул Кругом Из святых Синей Видно Царь Стоит Встречает Горит Как на солнце На нем Ферезея Объярь По серебряной Земле Травы Золотые Испот Соболей Зипун Тавта Белая Без Обнизи Шапка Бархат Рытый Шафранный Цвет С запонкой Самоцветом Да посох Индийский С каменьем Ферезея Верхняя Домашняя Широкая Одежда Без перехвата И ворота Рукава Сужались К запястью Объярь Плотная Шелковая Ткань Иногда Затканная Золотом Или серебром Муар Зипун Одежда В виде Кафтана Без Обнизи Без Украшения Народ Толпится Глядит В народе Истцы Из тайного Приказа Щуками Ныряют Приказано Им строго Слушать Каких Не будет Ли слов Воровских Истцы Сыщики Соглядаты Патриарш И люди Тоже Тут Мечутся Приказал Им Патриарх Глядеть И доносить Точно По статьям Что И как У царя Деется Как Это Царь Грузинского Царя Встречает На пир Зовет А Патриарха На пир Тот Не позвали И Мечутся В толпе Патриарш И дворянин Образцов Дмитрий Васильевич Косится На окошке Патриарш Их Палат Ахти Да Сам Патриарх Из окошка Смотрит Рванулся Тут С усердием Образцов Да Наткнулся На окольничьего Хитрово Богдана Матвеича Бобровую Бороду Тот Палкой Машет Направо Налево А хрип Кричавши Путь Путь Давай Царю И ударил Хитрово Образцова Палкой В лоб Путь Тебе Говорят Куды Богдан Матвеич За что Я же За делом Я Патриарший Кричит Образцов Чего Хвалишься Крикнул Хитрово И опять Стукнул Образцову По голове Палкой Не Хвались Образцов Заплакал От обиды Не его Обидели Патриарха Великого Государя Стукнули Кинулся Образцов В Патриарш Епалаты Жаловаться Патриарх Выслушал Все Сжав Губы Грозя Очами Встал Шумя Шелковыми Воскрыли Облачен Он был Ждал Он Вот-вот Позовут К царю Сел К столу Трещит Лебединое Перо Брызжет Чернилом Пишет Царю Послание Что он Где Патриарх В обиде Побежал Патриарший Жилец Вскоре Ж ответ Несет Сыщу На виноватом И сам С тобой Повижусь В скором Времени Отвечал Царь Царский Пир Так и Отошел Без Патриарха Темен Как туча Гневен Патриарх Меж Царевым Верхом И Патриарш Ими Палатами Людишки Шмыгают Вести Слухи Разносят Сплетки Плетут Что Деется Никто Толком Не знает А только Видят Все явно И мигают Друг Другу Что Де Подошел Конец Святой Двоицы Нет Больше Двух Друзей Неразлучных Обоих Великих Государей Видно Дела Их Разлучили Врось Развели А тут Близко Подошло Восьмое Июля Праздник Иконы Божьей Матери Казанской В Казанском Соборе На Красной Площади У Воскресенских Ворот Праздник Большой Царь Завсегда Туда К службам Жаловал Народу Собралось Множество Глядят Что Будет Патриарх Тоже Тут Ждет Не Пришел Царь Прислал Рамадановского Князя Сказать Не Будет Царь По что Гневен На меня Государь Спросил Никон Кругом Народ Слушают Ты Чина Царского Не знаешь Говорил Спальник Князь Пишешься Ты Что Ты Великий Государь Какой Ты Есть Великий Государь Как же Так Возражал Никон Да Не Я Же Сам Это Выдумал У Меня Вот И Грамоты На То Есть Царского Его Величества Рукой Писаны Не Понимаешь Ты Говорил Рамадановский Государь Тебе Лишь Почет Оказывал А Отныне Ты Великим Государем Не Пишись И Не Завись Так Тебя Царь Почитать Боле Не Будет Шел Патриарх К своим Палатам Из Успенского Собору Сердце Жгло От Обиды От Ярости Или Все Рушится Тогда Давно В душную Лунную Ночь В Новоспасском Монастыре К нему Прискакал Ведь тот же Боярин Хитрово От царя С вестью Что Де Приставился Новгородский Митрополит Афанасий Радость-то Какая Путь Свободен Твори Рукой Божье Дело На земле Как Филипп Митрополит Делывал Имей Власть Не Токма Благословлять А И проклинать Да Карать В Новгороде Бунтовщиков Проклял Чуть Его Тогда Гилевщики Не Убили И он Никон Потом Митрополита Филиппа Мощи В Москву Привез В Успенском Соборе Поставил А что Выходит Государство Все Сильней А народ Все Бунташней Перед Никоном В его палате Стоит Все Тот Же Образ Христа Царя Завсегда Он С ним Грозен Лик Христа Брови Сдвинуты Шапка Золотая С каменьем Горит Или Нет У Божьего Сына Силы Карать Грешников Да Ежели Грешников Не казнить С ними И сладу Не будет Мы С царем Что Сделали Польшу Повоевали Всю Литву Да Белую Да Малую Русию Взяли А Ныне Я И Невеликий Государь Да Кто Ж Я Тих Тих Государь А Дело Божье Он Губит Против Бога Пошел Возбунтовался Царь В дверь Постучали Тихий Голос Проговорил Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Аминь Хрипло Отозвался Патриарх Вошел Патриарший Келейник Аника Чистый Волосы Приглажены Масляны Блестят Щеки Круглые Нос Длинные Глазки Умильные Вошел Повалился В поклоне Смотрит С полу Каков Патриарх Тучей Сидит Патриарх Щеки В пятнах Бороду В грудь Упер Глаза Мутны Владыка Святой Ночь Прошла К обедне Пора Иду Вздохнул Патриарх Заговорил Медленно Вот Что Скажу Ныне Оставлю Я Престол Мой Не Беру Больше Греха На душу Владыка Святый Что Глаголиши Можно Ли Царю Верить Не Давал Ли Царь Клятвы На Гробе Филиппа Митрополита Во Всем Меня Слушать Клятва Преступник Он Царь Бунтовщик Владыка Лепетал В страхе Келейник Ну И Уйду Что Я Монах Чего Мне Надо Ничего Беги Сейчас На Тор Каника Купи Мне Палку Поповскую Простую Посоха Патриаршьего Не Приемлю Иди Борзо Келейник Ужом Скользнул За дверь На Которой Изображен Был Охраняющий Архангел С Пылающим Мечом Выскочил Потный Глаза Испуганный Огляделся Навстречу Крестясь И кланяясь Направо И налево Шел Спешил Боярин Зюзин Келейник Бросился К нему Патриархову Дружку Зашептал Ему В ухо Страшные Новости Оттолкнув Боярин Анику Шагнул К Патриаршей Палате Рванул Дверь С Архангелом Патриарх Сидел В тихом Образе Без Клобука Свесил Голову Волосы Падали На грудь Руки Опустил Владыко Святый Что Творишь Шептал Ему Боярин Себя Губишь Землю Губишь Али Престол Покинуть Задумал Кому Ж Все Прикажешь Ему Государю Тихо Ответил Никон А Государя Кому Прикажешь Бояром Что Ли Воеводом Отряхаю Прах От Ног Моих Властью Меня Вы Корите Что Я могу Сделать Сам Сложу С Себя Ударил Колокол Время Ити К обедни В Успенский Собор Там Все Скажу Народу Пусть Народ Судит Народ Шептал Зюзин И красные Губы Блестели Брызгали Слюной Шевелились Червями В бороде Чего Чего Знает Народ Вести Народ Нужно А не Искушать Никон Поднялся Надел Белый Клобук С Алмазами Боярин Стукнул Об пол Посохом Владыко Не гневи Государе Захочешь Вернуться Вспять Поздно Будет Боярин Зюзин Так и Стался Стоять В келье А патриарх Сопровождаемый И по Диаконами Шестовал Уже В Успенский Собор Народу Набралось Что пчел В улье Собор Полон На паперти Народ На площади Народ Царя Ждали А царя Не было А бедня Отходила Вдруг После Причастья Загремели Церковные Двери Их Запирали Наглухо По приказу Патриарха Никого Не выпускать Буду Говорить По ученье Сказал Он Патриарх Чел По ученье Ивана Златоуста Укоряющие Ленивых Пастыри Вот И я Таким Же Стал Заговорил Патриарх Ленив Я Не Гожусь Я Видно В Патриархе Окороставил Я Обовшивил Все По лености Своей И вы Все Окороставили И Обовшивили Не Учу Я Вас А Сколько Я Про себя Наслушался И тем Я Нехороший Этим И Иконы Народ Народ Успенском Притих Тысячи Живых Сердец Бились Учащенно Весь Каменный Собор Жил Дышал Утренние Лучи Сквозь Высокие Узкие Окна Вонзались Золотыми Стрелами В Синий Отлада На Воздух Солнцу Отвечало По Золотам Мерцали Свечи Лампады Трепетали Оживали В их Свете Изможденные Постные Лики Святых Века Молчал Этот Каменный Собор В нем Века Молчал И Народ Однако Метущаяся Могутная Душа На этот Раз Пролила Сметение В Молчаливые Страстные Души И Те Тоже Вспыхнули Сметенно В Отчаянии Что Ж Им Делать Коли Патриарх Их Бросает Куда Им Ити Как Жить Огонь Что Долго Тлел В Душах Взметнулся По Всему Храму Народ Закричал Заплакал Завопил И Оттого Что Отчаянные Его Вопли Раздались В Строгой Красоте Храма В Убежище От Житейских Тревог Все Испугались Откуда Ж Ждать И Милости Ежели Сам Патриарх Бежит Отсюда От Бурь В Душе Поднялась Буря И В Церкви Народ Испугался Заплакал Зарыдал Батюшка Отец Кричали Со всех Сторон Не Бросай Нас Не Губи Веди Куда Прикажешь Благослови Нас Не Патриарх Я Вам Больше Могучим Голосом Вопил Никон Будь Я Проклят Анафема Мне Ежели Пребуду Патриархом Конец Разоблачайте Меня И Стал Сам Разоблачаться Сбрасывая С себя Пудовые Золотые Одежды А Разоблачившись Ушел В Ризницу Писать Письмо Царю Из Ризницы Вышел Он К народу Уже Простым Монахом В черной Одежде В черной же Монатье В Скуфье Сошел Самвона Смиренно Присел На нижней Ступеньке Он Так Устал Монатье Мантия Народ Вопил Кричал Что Не Пустит Патриарха Уйти Бояре Из Успенского Собора Бегали Проворно Один За другим Во дворец Докладывали Что Творится Снова Бежали Обратно Что Что Спрашивал Царь Алексей Что Такое Или Я Сплю С Открытыми Глазами Или Не Сплю Царь Шагал По Комнате Заглядывал В слюдяное Окошко На Собор Господи Помилуй Заверещал Зеленый Попугай Завертелся В золоченом Своем Кольце Царь Остановился Плюнул С досады Одетые По праздничному Бояре В легких Ферезеях В рубашках Цветных С высокими Козырями Прятали Глаза Выглядели Смущенно Но Будто Повеселели Алексей Никитич Обратился Алексей К князю Трубецкому Пойди Сделай Милости В Успенске К патриарху Спроси Бунтует Он Что ли Возьми Родионов Товарищи Бояре Переглянулись Качнули Кто Кудрями Кто Лысым черепом Тучный Родион Стрешнев Да сухой Ладный Широкоплечий Трубецкой Пришли В Успенский Приступили К Никону Тот Еще Сидел На ступеньках По Что Патриаршество Кинул Спросил Трубецкой Или Тебя Кто Гонит Никто Не гонит Упрямо Ворчал Никон Сам Ухожу Вот Снеси Государю Подал Письмо Князю В крепкую руку Тот Сверкнув Перстнями Сунул Бумагу За пазуху Бояре Пошептали Друг Другу В уши И ушли При виде Бояр Народ Немного Утих Перестал Вопить Вплотную Обступил Никона Никон Сидел Понурившись Похожий На большую Птицу От мощной Фигуры От рыжеватой Спроседью Его бороды Кустом Буквально Мешок Буквально Доначальные люди церковному порядку обиды творят, а царское величество мне управы на них не дает. Церковь жалуется, а государь на нас гневен, а каково царский гнев носить? Спор разгорался, на глазах народа спорили открыто между собой царь и патриарх. — Ты сам виноват, — говорил Трубецкой, — ты в царские дела встревал, себя великим государем величал. Царь же сам меня великим государем именовал, вскочив загремел иступленно черный монах, а в дела государева я не вступался, разве они правде какой печаловался? — Так эдак мы все архиереи и делать должны, ибо сказано, — слушая заповедь мою, меня слушают. — Чего ж ты добиваешься-то? — спрашивал Трубецкой. — Что тебе нужно? — Келейку бы мне пожаловал государь, — вдруг смиренно заговорил Никон. — Жить бы где мне. — В патриарших палатах келей много. Живи где хочешь, — шумно вздохнув, вымолвил, наконец, стрешнев, до того только движением рук и бровей, подтверждавшей правильность речей Трубецкого. — А то проси мне Келейку, хоть в Зачатийском монастыре, — говорил Никон. — А какой это такой Зачатийский монастырь? А на Варварском крестце под горой? — Да там тюрьма. Вот-вот, там мне и Келейка в тюрьме. — Трубецкой покачал головой. Оба со стрешневым торопливо ушли. И, как всему на свете невероятному, этому волнующему на века бунтовскому зрелищу, приходил конец. Никон пождал-пождал, поднялся со ступеньки, сбросил с плеч черную манатью, измиренный чернорисцем, с простою палкою в руке, побрел пешой на Ильинку в свое воскресенское подворье. Народ с криком бежал за ним. Два дня прожил на Ильинке. Никон ждал все время. Вот покличет его царь. Нет, не покликал. В малых двух таратайках Никон отъехал в свой монастырь, в Новый Иерусалим, чтобы жить там, питая против царя сладкую муку ненависти, как уксус из вина, скисший из обманувшейся дружбы. Кто от бабы сможет отбиться? Никто. Царь Алексей лежит на широкой царской постели с женой, слушает ее шепот. Ему своих-то дум не в проворот, а Марья царица никак не спит. Жарко в опочивальне душно, окошко открыть нельзя, комарь снеглинки налетит, да и от порчи нужно опас держать. Порчи, люди сказывают, злые вороги в окошке шлют. Порчи всюду. Идет на медне царица по переходу к своему терему навстречу женка. Какая такая? Схватила бабу, я, говорит, портная мастерица Антонида, ходила, говорит, гадать к сенной девушке, к любке мужиков привораживать. У меня декорень есть, обрати им, зовется. Клади, девка, корень то и за зеркало, и в зеркало смотри, будет он тебя любить безотрывно. А стали пытать тую девку Антонитку, повинилась. Не девка она, есть у ней муж, Янка Литвин. Взяли Янку на виску, кнутом били, жгли огнем, сыскали. Ян, король польский, Янку Литвина в Москву посыловал. Вельно тому Янке царя да царицу московских извести, и чего проклятые творят. На виску, то есть на дыбу. Ну, как тут уснешь? Подушки жаркие, а царица все комаром в уши звенит да звенит. Сказывают боярни, патриарх-то гневен, а гневный он тебя, царя, ну, как проклянет. Царь инда вскочил, сидючи утонул в перине глубокой. Как проклянет? Да так, государь. Приезжие боярни мои, сказывали сестрица Анна Ильинична Морозова, говорит, псалмы, где патриарх на тебя, государь, читает. Ну, тебя, зевнул царь, спит, Христо ради жена, ладно. Царица затаилась, затихла. Царь глаза смежил, стал думать. Поляки не унимаются, воевать хотят. Сапега да Чернецкие уж под Витебск идут, чтоб Литву отрезать. Из Смоленска пишут. Волков набежало из лесов под Смоленск. Видимо, невидимо, тысячи жрут покойников. Везде голод. Да и в самой Москве непокойно. Дороготня, хлеба мало, того, гляди, забунтуют. Мстится царю в тонком сне. Никон, патриарх, перед ним смеется. Фу ты на вождение! Да воскреснет Бог, и расточаться в рази его. Бормочет царь, глаза открыл. И видит уж в яве. По бревенчатой стене избы тень мечется, как есть человек с крыльями. Бес! Вскочил было царь и опять утонул в жаркой перине гагачей. А Марья царица глаза открыла, а боится говорить, не смеет. Огляделся царь. Ночное наважденье. То муха забилась в фонарик пред иконой и порхает, и порхает по стенке тень от нее, как есть дьявол. Царь выбился из пуховиков, слез с кровати, пошел в белых подштаниках, давал ей рубахи к фонарику, хотел прихлопнуть проклятую, да улетела. Залез со скамейки на высокую постель, царь сел, прочел стих от страха полуночного, почесался. Спрашивает жену Марья. — Ась! — откликнулась царица. — Тебе поди, отец твой, Данилыч, велел, чтобы ты мне про патриарха наговаривала. — А нет, а нет, боярыня Авдотья Федорна, Адоевская княгиня, зачастила царицам. Все равно боярское гнездо шипят, обрадовались. — Князь, что ли, сам ей сказывал? — А нет, а нет, ей стольник Бабарыкин довел, Роман Кондратич. Говорит, проклинайте государя-патриарх-то. Псалом шестьдесят восьмой, да еще сто восьмой патриарх чтет на государя, — сказывал Бабарыкин. — Да помрачатся глаза их, чтобы им ослепнуть, и чресла их будут расслаблены навсегда, жилища их пусть опустеет. Дети его да будут сиротами, а жена вдовою — вот как о тебе молится патриарх, — шептала царица. Царь молчал, закрыв глаза. Потом рывком сел, медленно, молча сполз с постели, надел легкий опашень, нащупал ногами босовички, взял свечу, побрел из супружеской опочивальни к себе в государеву половину. За дверями спали на ковре мамка и двесенные девушки, одна вся раскидалась бесстыдно. А пашень — легкий суконный кафтан с длинными рукавами. Царь фыркнул конем, переступил через девок, пошел по переходам, рядом с ним его черная тень перегибалась, кривлялась, как скоморох в углах и дверях. Рыжая луна сквозь оконца катилась над Москвой, чернели под ней кресты, купола резные, верхи, бачата, шапки дворца отсвечивали по золото да медь. И на башнях Кремля перекликались караулы. Снова казалось все это царю ночным мечтанием. Ишь, как подобрал патриарх, но меня проклинает. А дети-то мои за что? Сидит в Иерусалиме с своем злодейском яростью, пышет, как дракон, и бог за него. А в это время Выговский изменил, поляки перемирений держат, а королевском титуле мне, царю, и слышать они не хотят, измена, крамола. А ежели со шведами поляки мир заключат, так и вильны не видать больше. Царь шел быстро, пламя свечки отдувало назад, проходил по гульбищам, по переходам, мимо спящих стрелецких караулов, жильцов у дверей, редкие вскакивали, ошалело. Наконец дошел до царской комнаты, сел в кресло за столом, даже попугай спал в своей медной клетке. Шла московская ночь, черная и плотная, как земля. Что с Никоном, с вором делать, митрополит? Гасский Паисий, вот грамоту прислал, пишет царю, нужно дело с Никоном кончать, а то уж слух идет в народе, будто хотел царь убить патриарха, но тот и убежал. Неладно, и швор чего навил, чего натворил, того, гляди, отлучит он меня, царя, от церкви, как папа римский, того немецкого государя. Холодный бешеный гнев подступил к царю, железной рукой испуга сдавил горло. Царь поднялся с креслом. Ин прадед-то наш Иван недаром Григорье Лукьянча Малюту Скуратова в Тверь, в Острок монастырь, на тайное дело слал к митрополиту Филиппу. Мешают черницы нашей державе, всюду порча, во всем перечат. Грозные очи святых смотрят в Алешины серые глазки, видят нет в них силы, только злоба, тревога да страх. Проснулся попугай. Господи, помилуй, верещит, крутится в кольце зеленый красноголовый дьявол. Господи, помилуй, забормотал и царь, крестится, сел, схилился в кресле. Окна сереют, скоро день, а сна нет. Значит, надо опять патриархов восточных звать, чтоб они великою своей властью московские наши дела распутывали бы. Устал царь Алексей. Глава вторая. Тлеющие искры. Короче воробьиного носа летняя ночь в Москве. Только задремал царь под соловьиные свисты в Кремлевском саду и утро. Поднялись разом все спальники, стольники, стряпчие да постельничие. Царю умываться, одеваться подают, поп в крестовой палате. Обедницу служит и требует царь своего коня. Ехать в прохладное, утешное Коломенское. Мимо боярских высоких затейливых под березами домов проскакал царь Алексей большой кремлевской улицей по деревянной мостовой гулким спасским воротам. Народу московскому тоже забот немало. Поднялся он еще пораньше царя. Псы у лавок на цепях гремят, подлаивают, скулят, есть просят. Меж лавок метлы метут, пыль подымают. Над Москвой не то туман, не то дым стоит. Шумит народ. Люди спешат на базар. Кто лавку открывать, кто с товаром. Площадные дьяки свои избушки открыли. Челобитные пишут против неправды. В обыденных церквушках на рву попы-обедницы отхватывают. Обедницы отхватывают, то есть спешат служить ранней обедни. Свежо, а уж чутко быть, сегодня опять жаре. В порох уж высушены московские избы, в колодцах воды нету. И оборони бог, зарони кто искру пойдет по московским улицам, переулкам, тупикам, махать красный петух. Крик, плачь, вой, бег, набат. Того ради пожарные ярышки уж с самого утра с ног сбились, глядючи, чтоб никто ни печей в избах, ни бань в проездах не топил. Топили бы малые печурки в садах под березами для обережения. Страшны пожары московские на улицах, а в душах еще пущим. В душах-то тоже засуха. На торгу в толпе сразу, видать, потемнело, тащал, усох, обеднел народ. Запали у мужиков глаза глубоко под лоб. Ушли в пропыленные глазницы и посверкивают оттуда огнем. Белым запеклись губы в бородах. Бабы стали тихи, скорбны, большеглазы. Словно тень пала на Москву. Притихла ее роевая веселая работа, что раньше так бодро звенела по избам, улицам, площадям. Не слышно на торгах прежней удали хватки. Не звенит серебряным звоном удача да счастье, как было раньше, когда мирные плоды трудов человечьих в веселой, справедливой мене катились по Красной площади, что твой высокий беломорский взводень. Взводень здесь вал, гребень волны. Багровы по старому кремлевские стены. На стрельницах сидят золоченые орлы, что с Софией еще прилетели. Стрельницы башни. София имеется в виду Софья-палеолог, супруга князя Ивана Третьего. Василий Блаженный стоит персидским щеголем в парчевом своем халате в витых чалмах. И все-таки неладно нынче в московском государстве. Не видать на Красной площади ярких женских сарафанов, цветных плотов в роспуск вокруг румяных лиц. Не видно высоких очелей в позументах да жемчугах. Не видно новых кафтанов. Нет лент да цветков на высоких валеных шляпах у мужиков с лихими ухватками. Не слыхать довольного раскатистого смеха. Нет шибающих в нос сладких запахов из обжорного ряда, жареным луком, мясом, чесноком, маслом. Нет просто довольных лиц, по которым сразу видать, что вот ремесленный человек сработал добрый товар, принес его сюда добрым людям на площадь, сменял выгодно, набрал по доброй цене всего домашнего припаса, что нужно. Не видать, что и сам он сыт, и его семья сыта, одета и обута, что где-нибудь в Хапиловке, либо в земляном валу, небось уже женка стоит у ворот, поджидаючи его мужа, грызет с соседками орешки, что сынок его учится грамоте в трапезной у своего приходского попа, что его девчонки и полы в мастерской, и в жилой избе вымыли, и двор подмели, и телят напоили, и кровенку ранним утром в стадо выгнали, и теперь сидят за пяльцами, шьют на рушниках алые цветки, синих коней да петухов, да желтые солнца. Нету этого ничего. Все нарушила, сломала, сгубила царева война. Звонят колокола в Кремле, стрельцы у ворот бердыши высоко подняли, шапки сняли, скачет царь из Спасской башни, хмурый, не спавший, серебряные подковы по мосту стучат гулка в раздробь, народ тоже хмурый опускается на колени, рвет с лохматых голов шапки, до шляпы поклоны бьет. Уж скорее бы проехал царь, блестящий, словно жук золотой, на розовом от восходящего солнца коне, за ним бояре в шубах да шапках меховых, да немецкие рейторы, в латах с длинными пиками, с прапорцами. Царев поезд съехал вниз, под гору, к Москве реке. Прорысили копыта громогласно по деревянному наплавному мосту, замолчали колокола на Василии Блаженном и снова встал над площадью невеселый торговый шум. В хлебном ряду длинный, худущий человек в стрелецком кафтане, прожженном, видать, уратного костра. Голова бурой от крови тряпкой перевязана, правой руки вовсе по локоть нету. Выхватил медную монету из-за щеки, трясет ею несчастно. — Вот она, деньга-то! — кричит надрывно. — Иль-то антихрист? По что не берешь? Нет, говорю, у меня других денег. Городов я не грабил, я руку свою потерял, а? За прилавком торговый бородатый человек сидит пузырем, руки в рукава, нос в бороду глядит, что кобели с будки. — Царь такой деньгой мне жалованье жаловал за службу да за кровь, а ты что ж, альцарского жалованье не примаешь? И ты хлеба за нее не дашь? А лифтайный приказ хочешь? — Поищи таких, кто хочет, — оскалил зубы хлебник. Ты что мне даешь медь? Ну и бери хлеба на медь. Ан, ты на серебро хлеба просишь? Мы уж ученые, те деньги с первоначалу брали, а народ-то их у нас не берет. Муки не купишь, серебро давай. Голодный я, а ли силой тебя грабить? Так я калека. Ну, коль такая нужа, давай твой облыжный четвертак, говорит хлебник, посматривая равнодушно по сторонам. Пойдет, запятак, добро. — Эй, хлеба, кому хлеба, — кричит он. Дьявол бросил калека монету на прилавок. Право, черт! И схватил ковригу. Война. Крик, брань, божба. Иной драки по торгам по всей земле. А когда ружье в дело идет, люди ратны и гневны. Обыкли в ход сабли до топоры, до ножи пускать. И идет торг с великою лайею. Беднеет, скудеет от такого царева жалования народ. А кто, — сказывает под рукой, — от скудости той самой и богатеет. Приезжает та, обидеть, обобрать человека можно только при скудости. Когда у всех всего полно, лишнего с человека не возьмешь. Да никому и не надо. Богатеют теперь по всей московской земле денежные мастера до серебряного, оловянного, медного дела люди. В подвалах своих тайно они свою же медь серебряными ценами клеймят-чеканят. Кому разоренье, кому счастье. А за ними и торговые люди туда же. Медь-то у них скоплена, и везут они, торговые люди, свою медь на денежный двор с боярами, да с государевыми купчинами стокнувшись, бьют себе там воровские деньги с боярами и с полу. Вывозят да беднят народ, стокнувшись, сговорившись. И хоть то дело тайное, а оно всей Москве в явь. Скупают те купчины в бесхлебецы товары за медь задешево. А как ни продашь, коли есть нечего, калистрильцы на государевом медном жалованье, и те с голоду мрут. Купцы те меха скупают под лопату, Иноземцам за серебро да золото продают, да запасы прячут. Хлеб да поташ да пеньку дешево покупают на заморский торг. А денежным двором ведают царев тестюшка Илья Данилович Милославский, да его племянник, матюшкины дворяны, да их ближний человек, Государев Купчина Шорин, Василь Григорьевич, черный ворон, да с ним Купчина Задорин Семен, его богатейший компаньон. И вся Москва знает про дела тех людей доподлинно. Мошенники они, мошны они себе набивают на народном горе, а народ животы подтягивает уже. Война как топором на две стороны разрубила народ московский, одних отделила от других несчастных, от удачливых. Удачливые, жадные, бессовестные богатели давили других, бедных, совестливых, хоть таких было и больше. Но тем и оставалось одно лишь — по старому обычаю бунтовать, искать правды. А попробуй забунтуй. Бояре давно уж забыли, как народ с землей выбирал себе царя, выучились они, как те бунты кончать. Знает народ то, что в иных кремлевских башнях каменные глухие мешки поделаны, откуда выходу нету. Знает он, что под царевыми высокими палатами есть подземелья, черные палаты зовутся, где погибают заживо те, кто помыслит супротив государя да против бояр. Всем, всем ведомо хитрая да крутая боярская повадка, все знают, а сами молчат. Как заговоришь, когда кругом шныряют царские истцы, когда на рву, на Красной площади и за Москвой рекой на болоте стоят на готове и плахи, чтобы рубить головы, и виселицы, и колесья, и срубы готовы, чтобы в них жечь людей. А лоб на это место куда девалось? И народ московский не сразу подымался против неправд. Тогда, когда больше уже не мог молчать, не мог терпеть. Тогда говорили все единым языком, выкладывали всю правду, ничего тогда уже не боясь. Кричали все в открытую, падая на колено, разрывая рубахи, обнажая волосатые груди свои с медными крестами. Вот она, душа, нараспашку вся. А до того говорили люди разве только по кабакам, выпив царева зелена вина, когда по колено становилось любое море. И в кабаке-балчуге в тот день с утра сидит много народу, тоскуя по правде, мучаясь от несправедливостей, заливая ум, совесть, сердце свирепой водкой. На болоте солнца на полдня царевы сады цветут, а у балчуга кабака кондовые бревна еще больше скосились да потемнели, на шесте над сулейкой вытягивая шею каркала ворона. Заскрипела дверь, ворвалось в темницу солнце с ордынки, и в солнце встала в дверях черная плечистая фигура в скуфье на длинных волосах, в черной однорядке с палкой в руке, с мешком за плечами. — Преисподняя земли! — сказал, входя чернец, и перекрестился. Шибанула крепким кабацким пропитым духом, сивухой, немытым телом, кислой овчиной, прелой обувью, оскорбленной несчастной землей. Клубился табачный проклятый дым, в узкие окошки вонзились столбы солнца, вырывались тьмы то лысый лоб со шрамом, то безумные глаза из-под седых косм, бурый рот с зубами решеткой. Кабак дышал скорбью, гневом, обидами, яростью, проклятием, сочился общей душевной болью, как вот сочится зелено-желтым гноем огромный нарыв. В кабаке жила, страдала, говорила, накаленная, оскорбленная душа черных, низовых, мятежных людей. Здесь всплывали и вскрывались пузыри в закипающей гневом воде. Петухи в разных позах, на лавках, на бочатах, на стульях, чернели, как могучие сивучи на морских лежбищах. Хриплые, грозные голоса неслись со всех сторон. Кто-то богатырски храпел под столом целовальника. Говорили во всех углах, страстно, надрывно, убежденно, перебивая друг друга, друг друга не слушая. Чернец всматривался с порога, где бы сесть. Со Спасской башни донесся звон полдень. Надо было дождать. Монах у двери присел на бочонок к столу. Глаза после солнца приобыкли к сумруку. Он уже разбирал лица. Война, и здесь война. Об этом говорили ясно шрамы на скулах, на лбах, выбитые глаза, разрубленные ударом сабли рты, перевязные руки, деревяшки вместо ног. Обидой войны были полны души этих людей, как их ковши крепким вином. Сутулый великан, положив широкие синие, как железо клешни, рук на стол, зажал в горсти стакан зеленого стекла, гремел голосом, кроя весь шум. Так в ту пору ушли мы с Риги. Обманули нас немецкие наш начальные люди. Пожгли наш дощанники. А Рига была бы наша она. Я сам на стене уж рубился. Но в стене, на самой, — прищурился кто-то сбоку. Был виден один острый утиный нос, козлиная бородка, а голос был тоже тонкий, с издевкой. Срубил кого? Ага, троих, как рубану топором, мозги летят. Ну, тут, правда, меня, швед, весь в железе тоже стуканул. Я со стены. Так вот ты, эдак, со стены чебурахнулся, воин, — зазвенел утиный нос. Сказывай, чем тебя царь-государь зато пожаловал? Медным серебром? Медвежья твоя сила? Богатырь взглянул прямо в вражье его лицо, усмехнулся, расстегнул ворот рубахи, снял с шеи серебряный крест. — Славальник! — рявкнул он, — бери серебро, даваясь муху. Или ты, страдник, думаешь, что серебра у нас не припасено? Ежели что, так и кресты с имем. Страдник — работник. От слова «страда» здесь в ироническом значении. Вошедший чернец слушал, опустя глаза, рылся в мешке, пока что доставая оттуда хлеб, лук, сушеную рыбу. На его спокойном лице не дрогнула ни одна черта. Перекрестился, стал есть. Подбежал малый. — Корец вина, — дайкс, — приказал и оторвал пальцами кусок рыбы. В глотке пересохло. Корец — значит жбан. С соседнего стола смотрел на него зорко чернобородый мужчина в бараньей казацкой шапке с красным верхом, с серебряным кольцом в левом ухе, с кривой саблей на поясе. Присматривался сперва, потом, подхватив свою сулейку, шагнул за стол к чернецу. — Отколь? — Соловков? — Ага, — отвечал монах, жуя рыбу. — А что? — Однако видал я тебя там. — Богу молиться к нам ходил. — Людей больше добрых искал. Ладно, живете вы на Соловках. Бога-то богато дело. — Спаси бог на добром слове. — Как подали от Москвы, так оно и лучше. Право слово, — говорил подсевший, в упор разглядывая чернеца. — И вам, и нам. — Кому это? — Нам, казакам донским. Соловки на полночь, дон на полдень, Москва посредине. — Ну, у нас устав свой. Я же во святых отцах нашего Феодора, игумена честной обители студийские. — У нас устав тоже свой. — Всевеликого войска донского тоже будто монастырь. А вот Москва к нам, да и к вам со своим уставом лезет. — Да это я сам сюда, в Москву, рыбы привез. — Вот. — А как тебе, честный отче, Москва деньги за рыбу ту платит? — Медным серебром? — А что нам с ним делать, с московским боярским серебром? — То-то и есть, — сказал казак, и голос его стал тише и значительнее. — Москва вам свой устав дает, а нужен он вам? — Медный их тот устав. — Да ты кто таков, парень, что так говоришь, — сказал монах, посуровев и, выхватив кусок хлеба изо рта, бросил на стол. — Я тебя не знаю. — А я тебя, отче, знаю. — Ты, отец Никонор, келарь соловецкий, ездишь по городам, по торгам, в Вологде одного жил, верно? Чернец молча наклонил голову. — Был я у угодников соловецких на богомолье. Видал тебя? — Где ж тебе всех упомнить? Нас тысячи у вас. — И помогла молитва-то? — усмехнулся Чернец. — Не, я тебе сказывал, людей я искал, по земле ходил. Был я в Новгороде и в Пскове, не нашел людей. Воеводы там московские сидят, а где воевода, там людей не сыскать. Отошел к соловкам, на Белом море тонул. А и крепкие там у вас люди на Белом море. Таким бы всю нашу землю держать. Старым вольным обычаем они молчат. А московские обычаи какой? Одно слово — медь за серебро. Амман. — Царь того дела не знает еще, парень. Примирительно сказал монах, допив стопку, а узнает, тем ворам мало не будет. — Добро, — говорил казак, — а кто ж царю доведет? Искал, — говорю я, — добрых людей в вашей обители. Ваш обитель веру по старине да по обычаю держит. Народ со всех сторон питает, всех привечает. Наш дон — всем обиженном прибежище. С дону выдачи никому в Москву нет. Сколько людей теперь с Москвы к нам на дон бегут? Тысячи и тысячи. Голодьба. А про Москву что сказать об народе? Где теперь вера в Москве? Никонат что творит? Монах поднял голову, взгляд его вспыхнул. — Никон-то! — зашептал он. — Да на Соловецком мы его знаем. Он у нас в скиту анзерском душу спасал. А сам гордыней Абуян, старца-скитоначальника своего лазаря, лаял всяческую лаею, самовольничал злобно. А сейчас монастырь себе строит Иерусалим. И но он сам-то себе Христос. Не Христос он, Антихрист. Мутит он всей землею. — Все нестроенье с Никона поднялось. Народ-то как шумит? — Шуму одного мало, — сосредоточенно говорил казак. Сдвинув брови, глаза тоже зажглись. На побледневшем лице бородка казалась черней. Я как был там у вас в обители, хотел с игуменом говорить. У вас, оно в вашей обители, древнее благочестие да народная правда. А как об таком поговоришь? Не поверят, схватят, воеводским палачам отдадут. А вот тебя увидел? Так мы тут, как рыбы в море, коль что, уплывем в разные стороны. — Соловки, нерушимая вера, мы казаки, хоть и голы, а великая сила у нас, сабли в руках, — брякнул он ладонью по рукояти. На Дону — вольные казаки, на Украине — вольные казаки, на Амуре — казаки, на Волге — казаки. — Вера да сила правду найдут. Вот у меня какая думка, отец Никонор. — Ой-ой, что ты, что ты! — отодвинулся от него чернец Господь с тобой. — Да ты, может, от тайного приказу? — Я, брат, туда идти не хочу. Ты мне, браток, таких слов не сказывай. Не, что их так говорят? А как же так и пропадать нам всем с молчанием-то, — шептал казак, и железным кулаком пристукнул по столу. Или под боярским ермом черным людям только стонать, а говорить уж не говорить. И сколько их по лесам да по оврагам, под мостами с топорами сидят, сколько народу пашни свои бросили, в Сибирь бредут. Или то все зряшная сила. А все равно их всех тянет, сойдясь вместе в единый скоб. Как сошлись мы в царевом кабаке поговорить. Душа распахнись. Ты вот зашел сюда отвезти душу в вине, ты хоть чернец. И я, казак, тоже здесь за вином. Одинакие выходят мы. Ты боишься, да и я боюсь же. Вот оно, болото, — махнул он рукой в окошко, — и висельцы готовы. А думаем-то мы одно. Да много другого народу так же думает. А хоть и разлетимся мы сейчас с тобой, как соколы в разные стороны, ни ты меня не забудешь, ни я тебя не забыл, отче Никонория. Прости, благослови, иду. А как тебя звать-то, добрый молодец? Спросил монах, приподнявшись с места. Степаном крестили, — отвечал тот. Прими благословение, Стефане, — важно сказал монах, занося руку. Казак снял шапку. Чернец благословил казака. Стой, сыне, за народ, как можешь и чем можешь. Мы-то одинакие, да дороги у нас разные. А может, и встретимся. Делай все как надо, только душу Мурину не продавай. Ни за сладкую еду, ни за хмельное пиво, ни за серебро душу блюди. Ты куда сейчас путь держишь? На Дон во своясе, а ты, отец, к Славкам? Я? Не взвени, город, к Савве в Староженскому. Так все одно прости. Казак надвинул шапку, зазвенел об стол монеты, шагнул к двери. Ослепительно ворвалось солнце, и снова крики, брань, похвальбы во мраке, гной больных душ человеческих. Чернец долил в стопку вина из корца, выпил, усмехнулся. И в кельях покою нет, а чего ж искать его в кабаке? Думал, пойду посижу, отдохну от споров никонианских. А и тут оно все тоже, зубы стиснуть, да держаться надо. Пробил на Кремлевской башне десятый час дня. Блеснуло в двери огненное солнце. Могучий старик в пасконных портках, в рубахе, с веслом в руке, встал на пороге, вглядываясь. — Эй, тут-то я! — крикнул Чернец. — Отче! — говорил старик, подходя. — Плывем! Изготовил я чоунт. — Эх, поднес бы ты мне, отец! Чернец вылил остатки вина в стопку, старик перекрестился, выпил духом, загрыз куском хлеба. — Яда, внучонок мой, Игнашка, свезем тебя. Скоро будем в Звенигороде. Выйдя из кабака, ослепленные солнцем, оба услышали тяжелый мерный шаг. Остановились. Шел небольшой отряд немецких наемных латников. Над круглыми шлемами подымались, топором торчали решетчатые забрала. Из-под них чужие носатые-усатые лица, сгрозно сдвинутыми бровями, надменные водянистые голубые глаза. Это все, что было в них человеческого. А тела их двигались, как железные куклы, поскрипывая, позванивая, постукивая шарнирами в сочленениях, сверкая гладким на солнце каленым железом. Москвичи, проходя, бросали на них то угрюмые, то озорные, то насмешливые взгляды. А они шли невозмутимо, держа в руках длинные копья с влажками с изображением разных зверей. Шли, никогда не сомневающиеся в своей силе, в своем превосходстве над этими лохматыми московитами, в домотканини, в лаптях, даже в овчинах, несмотря на жару. Они только что прибыли из Европы на царскую службу и теперь шли в Кремль показать, что они умеют, сговориться о плате за их верность. — Каждый день эдак идут, — проворчал лодочник, — все через мост, все царь наймат. — Идолы железные, — отозвался чернец, — псы лихие, идем, а то поздно. И оба двинулись к москверике. Дома, что люди, стоят несокрушимо, а потом вдруг постареют. Постарел и дом босых у москворецких ворот, словно пошатнулся его высокий тын, потемнели большие кондовые бревна, скосился конек на воротах, хотя матьцы еще показывали свои затейливо вырубленные концы из-под тесовой крыши, что пошла зелеными пятнами бархатного мха. Кондовые здесь основные главные, матица — верхняя часть основ сруба, основная балка, поддерживающая потолок. Наличники доставни у окон пощербились, выглядели не так щеголеват, как прежде. Скосилась у ворот правая верея, столб, на который навешивается створка ворот. И только выше стали березы по над домом и над тыном, покачивая лохматыми головами с серебряными сединами белых ветвей. Ушел, ушел из дома его хозяин Кирилл Васильевич. Сколько горя! И смерти, и чума, и война без конца, и края, и сколько тревог! Нет больше в нем и старой хозяйки. Фитинья Марковна в Вознесенском монастыре грехи замаливает. Как не состарится и дому? День клонился к вечеру. Тише на улице, слышнее тулумбаз да зычный голос берюча. Едет детина на низеньком бахмате, ноги чуть не по земле волочатся. Руку держа у волоса от ворта, выкрикивает натужно индахрип. «Эй, московские люди!» — указал великий государь всем. Коли ведает, какой человек, где в московских землях, а ли в Сибири, есть руды, золотые, серебряные, медные, какие не есть. Али знает, где горы слюдиные добрые. И шел бы он, такой человек, в ближнюю съезжую избу, сказывал бы про то без замочания. Из окошка басовского дома показалась голова хозяина, ухмыльнулся. «Сыщи, попробуй». Сильно сдал за это время Павел Васильевич Басой. Рыжие кудри поредели, посидели на висках, и в бороду вплелась седина. За ум господь лысины прибавил на горбатом носу серебряные очки. Смотрел Павел Васильевич на улицу, и народ с улицы схлынул. Только бабы у соседнего дома с коромыслами да с ведрами у ворот стоят, сплетки плетут, наберюча в который раз девятся. Покачал босой головой, улез обратно, сел за стол снова. «Кому тут на тихой вечереющей улице серебро сыскивать?» На молоке обжегшись, бояре на воду дуют. «Нет серебряных денег, что хочешь, обеднела московская земля, туго живет». Эх, и на Басовском дворе тихо стало. Взял гусиное перо Павел Васильевич, заветной устюжской работы перстень блеснул на указательном пальце. Вздохнул, и опять заскрипело перо по плотной полотняной бумаге. Гостиные сотни московские гости поручили ему, Басому, на запрос приказа Большой Казны написать отписку, почему в Москве ныне такая дороготня, и почему народу стало жить трудно, почему хлеба стало мало, мало и разного товару, а серебра совсем нет. Почему? Да все потому, из-за воровских медных денег, из-за них. Рубят царские палачи денежным ворам руки да ноги, режут носы, пальцы, уши, плавленным оловом горло заливают, да ничего не помогает. Падет с дерева созревшее тугое яблоко и колется надвое, и пропадает. В великой обиде земельного нестроения колется надвое до толи артелью живший народ, ворчит, того гляди, подымутся обиженные на обидчиков. Нестроение, анархия, развал. Идет по московской земле новое великое разорение, уж не от чужих, а от своих. Всяк о себе думает, ворует все больше и больше, страху нет, воруй, не воруй, все одно смерть. Скребет пером в волосах, Павел Васильевич, читает, смотрит, ладно ли, написал. Не быть бы в ответе, большие люди правды не любят. Ладно. Придут товарищи, посоветуемся, обговорим, думает он. А то будет, как в сто пятьдесят шестом году с солью. То есть в тысяча шестьсот сорок восьмом году. Думать многое приходится. Война идет на западе, за рубежом в литовской земле. И войной той великую, полную каменьев тучу поднял на московскую землю тишайший царь Алексей со своими боярами. Мира, славы, христианского благоденствия искал он. А что вышло? И в Сибири тоже буча идет, не лучше, чем в Москве. — Ульяш! — крикнул Павел Васильевич. Никто не отозвался. — Не слышит, что ли? Встал, подошел к двери, раскрыл. — Ульяш! — Эй! — отозвалось со двора, слышно, бежит. Хозяин сел за стол, пальцами постукивает. Стал Ульяш в дверях. И тоже, видать, и Ульяш не тот. Тонок, строен по-прежнему, а нет в глазах огня, словно пеплом подернуло их глубинной тоской. Не мог Ульяш и в Сибири позабыть, легкой, как цветок настенки Настасьи и Кирилловны, что утащила чума. Живучи в Сибири, хоть и обженился там Ульяш, недобрый человек у единому бытия, известное дело, а вот уж пять лет все лежат незабываемо на душе те страшные чумные дни. Встал Ульяш в притлоке, сверкнул зубами, смотрит. Звали? — Садись, друг, рассказывай. — Как там и что? — заговорил хозяин. — А то не досуг все с тобой поговорить. Нам теперь две заботы. Пушнина с Сибири да рыба с Архангельска. Ну, пушнина к Рождеству подойдет. Тут серебра доспеем довольно. Тогда рыбу выкупим, а сейчас надо с рыбой, ждать никак нельзя. Нету в Москве рыбы, нужно бы подвезти одно к одному. — Может, в гостиной сотни дадут серебра на веру? — заметил Ульяш, острым носком сапога царапая дирюшку. — Посмотрим. Сказывай, чего у вас в Сибири. Тут в сибирском приказе Нарбеков диак Богдан Федотич покоя не дает. Что ж, — говорит, — дальше на Амур не идут. На Амур, как выйдут, всю Сибирь прокормят. Князь, — говорит, — Трубецкой, Алексей Никитыч. Все беспокоится. Не дойдем ли там до моря-океяна, пока он тут с Литвой управится, а? Ульяш улыбнулся криво. — Видно, Москва и там на медные гроши серебряных пятаков купить хочет. Ответил он, — трудно. Сказывал мне Тихон Васильевич, что хоть Пашков и пошел воеводой на Амур, пошел прямиком через Байкал море, да все равно далеко не ушел. И, — сказывал Тихон Васильевич еще, — истинно даурская земля будет куда прибыльнее Лены реки, да и всей Сибири, пожалуй, украшеннее и изобильнее. Да не выйдет Пашков воевода на Амур реку, никак не выйдет. По что же? Кончились бесхозяины этой земли, можно сказать, наши люди там в каменную стену уперлись. А перед тою стеной и за стеной стоит теперь великий хан Багдойской земли. Силен он гораздо и людьми, и пушечным нарядом, и серебром, и всяким узорочьем. Пушечный наряд, вооружение пушками. — Недвижно живут в той земле люди, несчетно и мирно живут. Оттого и сильны они, — сказывал Тихон Васильевич. Воевода Пашков поставил диастрог не на Амуре, а ближе, на реке Нерчи. Там, где и чаять нельзя приходу богдойских людей, и живет там с великим бережением и скудно. — Сказывал, стало быть, верно, диакта Богдан Федоточ. Шлет Пашков сюда в сибирский приказ отписки, сменили бы его, — отозвался Босой. — Шилом море не нагреешь, — Павел Васильевич. Делалось все дело в Сибири черными пашенными людьми, вольными казаками да государевым счастьем. А ныне-то дело кончилось. — Так на Амуре-то кто? — Хабаров туда? Степанова послал. Да слышно, пропал тот Степанов. Безвестно, на Сунгаре-реке. Убили, — сказывают его там богдойские люди, — до смерти. — А теперь на Амуре что? Громко взлаял дворовый пес Балуй, загремел на железной цепи. Павел Васильевич вскочил с лавки. — Должно, кто чужой, — сказал он, высунувшись в окошко. — Так и есть. Калитка приоткрылась наполовину. Оттуда, из-под самой притолоки, глядела узкая голова в новгородской шапке. — Эй! — закричала голова. — Прибери, кто окаянного пса. — Заходь, заходь, Феофан Игнатьич, не бойся, — говорил, перегнувшись боком из окна босой. — Да к тыну жми, к тыну поближе. От пса подали. Вот так-так, пройдешь. И уже, милуясь на пороге горницы со своим дружком в коломенскую версту, босой оправдывался. Как нынче безопса жить? Безопасу нельзя. Сам знаешь, каждый день ныне в земский приказ покойников волокут. Лихие люди грабят да до смерти бьют. — Все серебра ищут, как приказ, так и у нас, — прищурился Феофан Игнатьич. — И я к тебе за тем же, суди Христа ради. Надо б на товар, что в Новгороде лежит, ослабонить, а денег свободных нету. — Что делать будем, — Феофан Игнатьич, — отозвался босой, протирая очки. Вот последние времена. И товар есть, и люди есть, а денег нет, все лежит в амбарах, как мертвое. За титул воюем государеву, да за честь. Честь, когда неча есть. Босой заживал губами. Видно, так и хотелось ему поговорить. А как поговоришь? — Тише кричи, бояре, напечи. Тише и того, гляди, сволокут куда надо. — Кому платить? — спросил он. — Да в Новгороде, Панфилову, Сергею Проклычу. Полотен я у него набрал, посуды, гребни, то да сё. Тут в Москве хотел на городовой товар выменить. А он из Новгорода без серебра не спускает хозяин. Плати. И скажи, пожалуйста, Павел Васильевич, почему вот когда с деньгами туго и товаров мало, тут-то хозяин и нажимает? — То-то и есть. Привык ты, Феофан Игнатьич, торговать, когда у всех руки товаром полны. Знай, только бирку на дверях зарубай, а расчет будет. Не знаю, что тебе и присоветовать. — Думал я у Шорина, что взять у Василья. — Во-во, — усмехнулся Павел Васильевич, — у Шорина. Он денег накопил, теперь раздает, да рези берет. Рези здесь проценты. Ни оборота у него ни дела, только как мизгирь кровью наливается. Мизгирь — снегирь. Много теперь таких на Москве, что серебром пахнут. Сделаем по-другому. Тут в суконной сотне платежи, слыхал я, есть в Новгород. Они там за тебя заплатят. А ты здесь им товар сдашь против московского товару. А то как можно деньги на кабалу, али на резь брать. Так только бояре делают. Своим мужикам деньги дают. Да тем мужиков крепят к земле неизбывно. И немц-купцы нынче на том стоят. У них серебро, а они и деньги дают нашим на лихву. Только позволь, сейчас же у нас свои банки откроют. Я у них берывал соболишек из Сибири, был никак не выручить без расчету. Берывал, брал, значит. Ну, я заплатил, слава богу, рыбу из Архангельска мне подвезли. Расхватал народ. А не заплати сразу, будешь на немцев век за лихву зарезь работать. — Ладно, — указал государь, — с немцами дело вести только присяжным первым нашим гостям. А то мелких-то людей они давно бы всех под ноготь подобрали, заглотнули, что щука-карася. — Спаси, Христос, выручил ты меня, Павел Васильевич, — кланял Софиафан Игнатьич. — И я тебе, коли что случится, подмогну. — А в Сибири как у тебя? — Да что? — говорил босой, кивая на показавшегося на пороге Ульяша. — Послушай, что сказывает. — Давно прибыл Ульяш? — спросил Стерляткин. — Только что поклонился тот. — Так вот, — продолжал босой, глядя ласково на Ульяша, — Сказывает он, что там наши дела в чужое царство уперлись. Ходу нам теперь там некуда. Богдойский царь вельми силен Ульяш, а? Хабаров дальше неспроста не пошел. — На заимку слышно, что ли, в обрат сел Ерофейт Павлович? — обратился Стерляткин к степенно молчавшему Ульяшу. — Ага, — ответил тот с поклоном, — точно так. Сын он боярский теперь, Ерофейт Павлович, Приказчиком сидит в Илимском остроге. Все деревни теперь под ним, от Усть-Кута, Острогу, до Якутска. Людей пашиных к себе многих назвал, и хлеб сеет, и рыбу ловит, и соль варит, Монастырь напомин души строит. — Наш человек, Устюжский, добрый человек, потеребил себе бородку босой. — Правильный человек. Что говорить? На богатой земле мы живем, всегда можно взять, что нужно, только голову да руки имей. А вот за чужим гонимся, воюем, выходит, что свое теряем. И Пашкову больше вперед идти не в мочь. — А-а-а, да и в Литве налетели мы с ковшом на брагу, дай бог только ноги унести. Шведы с Литвой мир заколачивают, а нашему-то Иван-то Андреевичу бежать приходится. — Кому? — Ах, ованскому князю, московскому нашему. — Торорую. Тороруй здесь главный командир в ироническом смысле. — И Вильну, сказывают, наши уж бросили. А сколько людо нашего зря там положили. — Ты кричи тише, — Павел Васильевич улыбнулся Стерляткин. — Всем знатно, что шведы на Новгород до Псков из Лифлянской земли идут. — Опять все заряд. — И когда ж конец будет, а? — Не жди, Феофан Игнатич, не увидим мы другого времени, — говорил, подняв брови босой. — Нет, — махнул он рукой, — не видать нам той тишины, чтобы земле с собой силу несла. — Спасибо, — сказывают теперь боярин Афанасий Лаврентич, со шведами хорош, мира у них просит. — Какое-то? — Ну, Ардын Нащекин, ваш, Пскович, больно де в иноземных обычаях искусен, так и с ним беда, слыхал ли? — Нет, а чего еще? — поднял любопытно Стерляткин узкое свое лицо с длинным носом. — Сынок-то, Афанасьев, младень, воин Афанасьич, сбежал из нашей земли. — Младень, младший, не люба ему Москва, живет теперь в Гданске у польского короля и жалует ему тот круль, жалование по пятьсот ефимков на месяц. Ходит тот молодчик наш там в польском платье, хвалится воевать, где готов помогать польскому крулю, и что Дион отца своего Афанасья не пожалеет, приведет за бороду пленным к польскому престолу, и другие поносные слова неподобно на землю свою плетет. — Чего, чтобы так-то? — оторопев, не понимал длинный новгородец. — А, сказывают, сбежал он того ради, что били его, и всего-то единый раз кнутом отец поучил. Он и поднял крик. — Всех бьют да помалкивают. — Так и терпеть, — окрысился было Стерляткин. — Да, терпеть. Мало ли что бывает, так себя и не помнить в злобе, по всякой малости. Тут ударили, побежал, куда глаза глядят, там ударили, в другую сторону побежал. Все время и мотаться? — Нет. — Понимать пора, что ежели кто тебя бьет. Так, может, ты его, того, кто бьет-то, жалеть должен, потому что он по невежеству бьет, по глупости бьет, потому что другого ничего не знает. А ежели ты против него с топором бросишься, еще горше будет. — Мы, Павел Васильевич, в своей земле, словно караси на сковороде, — сказал Стерляткин. — Значит, скачи, да со сковороды не прыгай. — Истина, един спасенье! Засмеялся тот. — А спрыгнешь — вконец пропал. И вдруг посуровил босой. Подался всем телом вперед, брови взлетели под лоб, глаза горели напряженно. Только всем миром, единомыслием урядим мы наше великое испытание. Каждый человек должен сам себя остановить, укротить, на ответ поставить. Ежели хоть сам себе покаешься, на путь правды станешь. — Да нет, мало. Мало одного покаяния-то. В худом ты покаялся, а кто ж хорошее за тебя делать будет? Выстоять надо. Кто на пытке выстоит, тот и прав. — Слыхивал, чать? — выговорил босой тихо. — Претерпевший до конца спасется. — А что делать-то нам, Павел Васильевич? — Что нам делать? — переспросил торжественно босой. — А вот что. Сказывают, как добрые-то люди. — Ульяш, подай-ка, браток, грамотку твою, что Тихон Васильевич послал. Там, за образами. Ульяш, застывший было в неподвижности у окна, вскочил пружиной, одернул рубашку, стал легко носком сапога под китайчатый по лавочник на лавке, достал из-за спаса бумажку, подал. — Тихон прислал из Сибири, — говорил Васильевич, надевая очки на лоб. Писал, где ему один добрый протопоп из Нерчинского острогу, в безмерных тяготах пребывающий. Из открытых окон лился в горницу легкий дух летнего вечера. Тут и листва, и горьковатая растоптанная трава, и отсветшая синель из сада, мешаясь с тем сладким духом, ложились в душу страстные огненные слова. Синель, сирень — Не отлучай меня от любви, нет, — читал старик босой. — Не боюсь я легионов и бесов, ни злых людей, не боюсь их пустого злословья. Время такое им лаять, а мне до смерти мучиться надо. И пусть мучат тело мое, пусть горю я в страданиях, что в огне. Все горькое низвергается на меня, как ливень. Вороны слетаются на уеде трупов, волки спешат на павший скот, псы бегут на стерву, так и на мою грешную душу отовсюду, и бури, и гонения, и мятежи, и хитрости. Злая сила хочет живьем проглотить меня, море кругом бушует, гибель грозит, но нет, не утону я, камень у меня под ногами. Пусть грохочут волны, пусть бьют в камень, в пену разлетаются они в брызги, а камень, вера моя, стоит. За нее я держуся и никого не боюсь, ни царя, ни князя, ни богатых, ни сильных, ни самого дьявола. Против того, ногой я давлю и змею, и скорпиона, и всю-всю вражью силу. Слушаю я веру мою. Опустив глаза, заботливо Павел Васильевич свертывал грамотку. — Горемыка, миленький, — шептал он. — Кто писал так? — спрашивал Стерляткин. — Кто? Слыхал про топопа Аввакума, того, что первее царя против Никона восстал за правду да милость, за народ, за то, что с народом добром поступать нужно, как Христос указал. А что начальные люди делают? Гнут медведями, куда ни помститься, дуром, не разобрав. И тот протопоп Горюн в концах земли своеводой Пашковым по Даурской земле волочится, от своих подали, да разве случаем грамотки и суды шлет? Послание то Тихон наш Васильевич мне переписав, переслал. — Они там виделись? Отец Аввакум у него в Енисейском остроге гащивал, вмешался Ульяш. И не первая та отписка, понизив голос, говорил Босой. — И есть у нас тоже доброходы, грамотки те переписывают, да верным людям шлют в поученье. Никон-то на печатном дворе свои книги печатает, а наши-то на коленках строчат не менее. Хриплый лай Балуя потряс тишину. Павел Васильевич, отодвинув Ульяша, высунулся в окошко. — Кто это? — крикнул он. Раздался тихий ответ. — Ну, заходи. — Эй, Оксютка, проводи мимо пса. Босой повернулся с ожидающим лицом. Все молча смотрели на дверь. Дверь распахнулась. Отскочила любопытная Оксютка. И на пороге легко стал тощенький щуплый человечек в бурой однорядке сверх белой рубашки, жгучий черный, с острыми глазами, ступил на дерюшку, замолился на иконы. Босой толкнул приятеля под бок. — Портной мастер, — шепнул он с уважением, — Болтов Порфирий Саввич. Первый на Москве. У боярни Морозовой Федосии Прокоповной работает. Она и прислала. За грамоткой. Глава третья. В селе Коломенском. Над селом Коломенским среди берез да лип целыми днями стучат в захлеб топоры. И все по-разному. Один бьет голосисто, словно кукушка кукует. Ку-ку, ку-ку. Другой звенит тонко комариком, каленой устюжной сталью. Динь-динь. А третий совсем на собенный лад. Особенный, особенный, особый. Как клюет, ничего не слышно, а слышно, как плотник в синей распоязке рубахи с расстегнутым косым воротом его назад выдергивает, словно тебе конь задом бьет. И-ух! И-ух! Весело в Коломенском. Жил здесь еще великий князь Калита Иван Данилович. Отсюда по делам в Орде три раза ганщивал. Здесь возвращались в Москву с Куликово поле ликующие мужичьи рати князя Дмитрия Ивановича после того, как на Дону расколотили да разогнали полки хана Мамая. Идучи на Казань, шелестя лаптями, словно саранча крыльями, звеня мечами да топорами, перестукиваясь рогатинами, ослопами да копьями, силы молодого ярого Ивана Грозного тоже долго стояли тут. Попы в Вознесенской церкви пели молебны об победе до одолении. И яростно дрались еще под Коломенским селом люди Болотникова Ивана Ивановича против рати Василья Шуйского, боярского царя. Любит царь приезжать в Коломенское, хоть жить тут и тесно. Хором-то еще царь Михаил ставил, а царица Марья, почитай, ежегод ребят носит. До царевой сестрицы тут же живут, а вокруг царевой семьи народу много за хребтом. За государем бояре и окольничьи, думные люди, и стольники, и стряпчие, и жильцы, и попы, и садовники, и сокольники, и медведники, и псари, и подьячьи. За царицей боярни, мамушки, нянюшки, девушки, полно баб. И указано было приписать к селу Коломенскому еще два села, да девять деревень, мужиков сот восемь, и все с семьями, и все копошатся дело делают, велик царев двор. Приходится царю строиться, а когда царь строится, народу работы много. Шлет приказ Большого дворца, то и дело по городам, да по уездам грамоты. Слали бы те в Коломенское всякого звания работных людей, плотников, пильщиков, столеров, печников, каменщиков. Стучат топоры в Коломенском, пилы визжат, молотки под алотом тюкают, скобели свистят, дошипят. Строится царь. На Москве реке под десяти соженным обрывом плоты конной тягой подходят, из Аки реки, Волги реки, Унжи реки, бревна катали, с криком да бранью выкатывают на желтый берег. Народ в Коломенском все простой черный, а вокруг старых хором сады разбиты, шесть их садов. И смотрят лесные мужики да бабы девятся, как веснами одеваются те сады в белый, розовый, алый цвет, а к осени огружаются их дерева душистыми плодами. Сажены там и вишни, и яблони, и черешни, и груши, и дули с Украины, и абрикосы с Хвалынского моря, и виноград астраханский, пчелы жужжат, птицы щебечут, садовники хлопочут. С холма, из рощ, из садов, идет дорога отсюда в Москву. Народ на телегах туда-сюда снует, вершные из приказов, бояре скачут на легких аргамаках, дарысят на тяжких бахматах, стрельцы на караулы идут, боярни в колымагах тарахтят по мосту через Москву реку у Перервинского монастыря. Светло сегодня июльское утро в березовых дубовых рощах, по желтым дорожкам солнца сыплет золотые кружки денежки, цветки сверкают. В это лето царь выехал в свое село Коломенское 16 июля, живет, тешится садами да охотой, а Москву приказал князю Куракину Федору Федоровичу с князем Великогагиным и с другими писать с Москвы отписки всем сообща. На завтра, на 25 июля, именины сестры царевой царевны Анны Михайловны, на день успения святой Анны. Солнце скатывалось уж низко, тени от дубов до берез длинно ложились по свежим муравам, когда царь, отстояв там всеночную, вышел из храма Вознесенье. На государе платье, да фересь холодная, тофты красной с кружевом, зипун, тофты белой, шапка, бархат двоеморх, руда желт, посох индейской. Вышла и царица за сукнами алыми, чтоб никто ее не видел от сглазу. За царицей царевич Алексей Алексеевич увидал отца, бежит к нему, батя, батя. Царевны старшие да молодшие, мамушки да нянюшки, да царевича мама, княгиня Аболенская, за ним все, ах, ах. А царь сына за ручку взял, идут мимо сытного двора. Колокола отзвенели, не слышно уж и топоров, царь идет с царевичем, а у сытного двора артили плотников стоят. Впереди плотничный староста Семен Петрович, стар, седат, шапку рвет с головы, поклон бьет большим обычаем, за ним все его люди. Царь поклон тот отдал, посох в песок уткнул, царевич стоит строго. — Семен Трифоныч, поздоровуль. — Спаси Бог, — ответил Семен Петров, — здрав будь, государь. У Семена Петрова лик постен, темен, нос длинный, глаза синие, как ледяные, буравят из-под кустистых бровей, а светят приветливо. — Еще денька три, государь, поставим тебе амбар. А потом под тем дубом велел боярин Глеб Иванович избу ставить пятистенную. Сыны-то спроворят. Плотничный староста Петров пришел не сам один, привел в свою семью пять сынов до трех племянников. Его артель впереди других работает, дело все тянет. Петровы родом сонеги реки, из северных приволей, где летними ночами из-за черно-синих зубчатых стен лесов стоят золотыми иконостасами нежные зори. В них сквозь кисию белых ночей просвечивают круглые бледные звезды, а днями, когда проходит солнце высоко в небе, в тех лесах, суземах, сумеречно, под лапчатыми лохматыми елями, соснами, кедрами, темнеют ровно пещеры, устланные зелеными пышными мхами, коврами, алых брусничников, сизыми россыпями матовой черники до рубиновой костяники, полной душистой безветренной теплотой. И строил там Семен Петровса, товарищи, народу церкви бревенчатые, похожие на те лесные углы, полные спалистого духа, яркой игры солнца сквозь волоковые окна на красных половышниках, на желтом полу да на темных иконах. И церкви его, Семенова, строения, похожи были на могучие двадцатисоженные стройные ели, что возносятся из ровного моря лесов, торчат отдельно, словно орлица, неподвижно взлетевшая на десятках сотнях бархатных зеленых крыл своих. Строя такие церкви, Семен Петровса, товарищи, смело громоздили клети избы на клети избы в четыре, в шесть, в восемь углов, обсаживали их прирубами, украшали пристенками работы чудодейных топоров своих, крыли их высокими шатрами. И его строения единым махом взлетали в голубое небо к золотому жизнеподателю солнцу, близкие родные земле, полные сладостной, неспознанной игры тихих светов в теплом душистом дереве, сочащимся хрусталями смол, уставленные многими куполами с жестяными крестами, внутри изукрашенные резным золотым виноградом, басменным делом, да фольгою иконостасов, да светляками лампад, застывшими в ладанном дыму. Басменное дело, ювелирное, басма, металлическая накладка. Века и века стоят тем церквам елем, срубленным из обхватных кедровых бревен. А ежели и пожрут их ярые пожары от небесного грома ли, от людского ли небрежения, не смущались ничьи души. Вскоре же воздвигались они снова, еще краше, еще выше, еще стройнее, деревянные храмы, рожденные из вечных лесов, дедовского искусства, древнего топора, из бессмертной красоты лесной мужицкой души. Протюкали топоры, вот и день доходит, и сыплется уж на храм, на рощи, на избы коломенские, вечерний свет. Меркнут луга до поля, стоят июльским тем вечером двое друг перед другом, царь и художник. Смотрят каждый друг на друга, каждый друг другу надобен. Известное дело, царю устроить надо, какой же он большой человек, ежели не строится. Вон каких каменных соборов в Кремле цари настроили Успенский, Архангельский, Благовещенский, Годунов царь, колокольню Иванову надстроил гордо золотом, имя свое подписал, похвастался, яде строил царь Борис. И уж негде больше в Кремле строить, тесно. Да как же будешь храмы строить, ежели патриарх Никон, Москву бросив у себя в новом своем Иерусалиме, собор невиданный себе строит, чтоб стал тот собор пупом православия, чтоб был в нем гроб Господень, точно как есть. Ходил царь Алексей воевать чужие земли, нагляделся теперь на иноземные города, чего хорошего, улочки узкие, двум вершнам не разъехаться, дома каменные, высокие, темные, сыры, живут тесно, ребят на улицах орут, оглохнешь. Ху, да живут в Литве, да в немцах, или и нам эдак-то жить, в тесноте, да в Орове. Оров здесь ругань. А Алексею царю хочется милой ласковой жизни, вот как по птичьему щебету в царицном саду ребятки. А то, что это, Никон куда звал, к войне, крови, батагам, проклятиям, к железам, к цепям, пыткам. Не соборы нужны царю, а нужен ему дом утешный, свой. И стоит перед царем, светится в закатном свете, Семен Петров. Седые волосы под горшок стрижены, нос длинный, глаза, что лед, борода на сторону. И видит царь, знает он, этот мужик великую красоту жизни может дать, такую, которой сам царь не знает. Петров неграмотен, словами нищ, строить только может. И строением своим сказывает он свою душу. И у великого художника, плотничного староста Семена Петрова, растет в сердце точно взводень. Хочется и ему царский дом построить, да такой, как еще никто на земле не строил. Взводень, буря, сильное волнение. Сияла бы та царская изба чудесным светом мирным, как розово и величаво сияют острые вырезные вершины зеленых елей сосен и кедров, прикрытые ночным снежком на восходе золотого красного солнца. Как светлый град Китиш, что на Мамаевой тропе стоял и, говорят, ушел от безбожного того поношения в чистейшее озеро Светлый Яр. Говорит плотничный староста Семен Петров царю Алексею. — Да дозволил бы ты, государь, построили бы мы тебе царскую избу. Жил бы ты, государь, в избе сосновой, в легком духу. Был бы здоров, не то что в камнях-то. Царь смотрел в синие глазки художника, как в воду смотрит мужик. Или у царя, да у мужика одинакие мысли? Говорит царь. — О том и думаю. Будем, будем строить. И нахмурился. — Как же мы с делами управимся сейчас, недосуг. — Место здесь богово, привольное, — говорил Петров, — ровно у нас на Онегирике. Холм ладный, роща, река под горой. И надо вот эдак. Погодь, государь. Увлеченный художник протянул руку, сломил ветку клена, обрывал торопливо остролапые листики. — Погодь, — сказал и царь, и подал Петрову свой посох индейский. Эдак будет ловчей. И плотничный староста, светлый, повеселевший, взял царский посох, набрасывал на песке, как ставить царский дворец. — Так вот, лицом на Москву твоя государева изба. Эдак вот царицына. Художник чертил. Царь, нагнувшись, смотрел безотрывно. Словно утренние туманы над лугом, проплывали перед ним образы будущих строений, давно с зародышем в яйце, жившие в душе плотника. Они давно рвались жить, искали выхода. Да не было тепла, силы, чтобы набрать мощи, развиться, проклюнуть скорлупу, встать высоко под небом в проявленной красе. В дереве, в красках, в резьбе, в позолоте, в узорах чудных явить все то же самое живое, что сияет в свете, звенит в ветре, пахнет в зелени, во влажной от дождя земле. Чуял, знал царь, что в плотнике старике готовы явиться красоты народные, и кто бы мог помочь им, кроме него, царя? Подвигом бы было это добрым, щедростью, богатством царским, вечной для него славой, не то что война, разор да мечтанье. Царь смотрит, а ближние люди стоят за ним разноцветной стенкой, парчевой, шелковой, кичатся. Они иди, ближние, досадуют, что царь их не с черным мужиком, говорит да говорит. Ворота сытного двора скрипнули протяжно. По песку шаги быстры, бежит стольник Янгалчев. Тряхнул волосами, согнулся в дугу, голову с волосами, чутник желтым софьянным сапогам свесил. — Государь, государница ревна, сестрица Анна Михайловна спрашивать изволит. Завтра государь-братец будет у нее именинный пирог кушать, так какую начинку изволит он приказать? — Батя, да идем. — Батя, — теребит за рукав отца царевич, соскучился он, устал, но ребенок. Отмахнулся Алексей Михайлович, погодь. Над ним в темнеющем зарном небе чудо, и, кажется, рю то чудо, плотничный староста Семен Петров. Град встает новый, тихий, полный райского света, птицы поют сладостно, сирен да гамаюн. — Проста мужицкая красота в том граде, правая, сильная, вечная, как земля народная. Не каменный тяжкий собор перед ним, а легкое цветное рубленое строенье, словно низкое солнце через густой лес светит, на ветвях у елей золотой шар птицы сидит. Светлеет царь. А до того время место себе найти не мог, словно он в болоте погряз, словно на нем сапожки не легкие брусничного софьяна, а чугунные двухпудовые. Нет, мир надобен. Сидеть московским царем бесстрашно, да избы красные строить, куда там воевать. — Ладно, Семен, как по отчеству величать? — Макарычем, — проворно отбил поклон Семен, плотничный староста. — Семен Макарыч, приходи-ка ты ко мне, завтра, что ли, после обеден? — Я прикажу, тебя пустят. Эй, жильцы! Подбежало трое, уж не разобрать, в каких кафтанах темно. — Завтра ко мне пропустить старосту. Все трое согнулись мгновенно, волосы свисли к сапогам. — Укажи, государь. — Идем, Алеша, — сказал царь, и вся темная толпа свиты пошла за ним, посверкивая парчами самоцветами на шапках. Над безмерными синими лучами волоклись уж бледные туманы. Дышали медвяным духом, то теплом, то холодом. Багрово-черные стояли речки, догорала рыжая заря, теплом дышала теплая ночь. Вдали выкатывался из ольшаников большой медный месяц, круглый, как щит. Скрипели в лугах крастили, дерг-дерг. Ночь прошла. Березы, клёны, тополя, липы роскошными зелеными купами поднялись над Новоспасским монастырем. Солнце зашло сзади, с Москвы реки, тень пала вперед, на широкую улицу. На улице у белой ограды солдат учат. Лязг ружейный, топот команды, направо, обворотись, стать по-прежнему, сен-солома, сен-солома. Солдаты те, крауфордово полка, и учат их иноземные офицеры, бьют то и дело по белым зубам. Сам полковник крауфорд тут же тоже кричит, ногами топочет, ух, грозен. Иноземные офицеры в русских кафтанах с варворками шапки заломили, а все они не такие, как наши. Кафтаны узкие, вахлёст, зады толстые, лицебритые, носы высокие, глаза пучины. Нанялись, продались, ну и стараются, хоть платит царь плохо. В полку том, крауфордовом, состоит 26-летний майор Патрик Гордон, шотландский граф. Обучает он самых трудных солдат, широкоскулую мордву до чёрных черемисов. Рослые сильные тени никак не привычны к тесным солдатским азиамам с пуговицами в красных петлицах, к стёжным куякам с остальными пластинами. Шапки с разрезом плохо держатся на их русых да чёрных кудрях, зато в бою они свирепы, себя не жалеют. — Шволош! — кричит полковник, палкой в землю тычет. — Роствори! Налево! Шевенг! Не о том мечтал майор Гордон, когда подписывал в Варшаве контракт на русскую службу. Майор Бледенхуд насад хил до того, что, случаем иная тугая баба московская ядрёная, обомрёт. Ах, болезные кож да кости! В чём тебя душа держится? А душа этого шотландского графа, родича короля Англии Карла Второго, горда надменно и жаждет одного — заработать побольше у московитов. А как? С чего скопить, ежели жалования он на день получает по четыре копейки медными за место четырёх серебряных? В пятнадцать раз меньше уж год живёт майор Гордон в Москве, в пыльной, грязной, огромной, а удачи нет. За шерстью ехал сюда молодой царь, а не уехать бы отсюда остриженным не везёт. У шведов служил, к полякам в плен попал, и встретил его в Варшаве посол московский Леонтьев. Сманил, уговорил служить, ехать в Московию. Деньги, конечно, сулил, чины, а тут ни денег, ни чинов. Живи в маленькой избушке в немецкой слободе у налитого жиром трактирщика Монса. Просился во своясь и уехать, так в иноземном приказе дикие смеются. Ты в Сибирь, мол, что ли захотел? Заболел даже Гордон. Лечит его немецкий доктор Дэне от меланхолии. Си речь разлитие чёрной жёлчи. Жизнь пропадает. Надо выбиваться. А как? И, озлобившись такими нахлынувшими мыслями, майор, щуплый, худой, бьёт по красивому черноусому лицу, черемиса, в осён к шапу. «Солома! Солома!» — вне себя кричит он, хватает, теребит солдата за правый сапог. «Правой! Правой! Супкин сын! Правой!» Народ, который не знает, где правая, где левая нога, которому нужно повязывать на левую ногу сена, на правую солому, чтобы тот различал, как ходить. Дикий народ! Разве это его графское дело? Проклятый Кромвель! Кромвель Ольвер, 1599-1658 годы, крупнейший деятель английской буржуазной революции 17 века, непримиримый враг старой земельной аристократии, лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии с 1653 года. Гордон плюет в ярость, отворачивается, и видит он, что московские люди кругом бегают во все стороны, руками машут шапками, кричат, верховые скачут, тележки извозчиков тарахтят, на скаку то и дело. Крауфорд тоже замолчал, смотрит из-под руки. «Что такое?» — бурчит он. «Эй, слышь! Молодец! Что такое?» Мимо во весь мах бежит босой парень в белой рубахе, в синих портах, без шапки, пояса нет, ворот расстегнут. Парню заступил дорогу капитан Арчибальд Юнгер. «Ты куда? Стой!» Парень метнулся в сторону, проскочил, сверкнул, обернувшись глазами, подхватил с земли валявшуюся палку и, потрясая ею, помчался дальше. Майор Гордон почувствовал, как сердце его забилось медленными глубокими ударами. «А-а-а! Может быть, это что-нибудь необыкновенное? А что, если бунт?» «Только в восстании можно схватить удачу, в тихое время с московитами делать нечего». Он подошел к Крауфорду. «А может быть, это бунт?» — спросил он по-немецки. Тот засмеялся, выдумал. «Тогда нам вовек не видать нашего жалования, глупости, бараны не бунтуют!» Скалил желтые зубы Крауфорд, снова следя за тысячей своих солдат. И вдруг закричал. «Куда пешал? По что стой?» Пожилой Посадский, выскочив из ворот монастыря, подхватив обе полы однорядки, бежал меж рот. Посадский остановился, сорвал шапку. Дьявол его знает, и начальный человек орет. «В Таганскую Слободу, там, Айкачу, — сказывают, — у причистой листвы на стенке народ чтет. Об медных деньгах воровских царевых люди бегут туда, но и я, черные слободы, все собираются на Таганку, котельники, серебряники, воронцовские, а в кожевниках под Симоновым монастырем слыхать барабаны бьют. Ух, слышь!» На Таганке ударил на бат. Посадские ударились бежать. «О!» — поднял брови Крауфорд. «То есть скоб. Майор Гордон, капитан Кит, капитан Юнгер, господа официр, собирайте полк. Я веду полк в Таганско-Слобода». Майор Гордон подбежал к полковнику, говорил прямо в ухо. «А где царь?» «Царь!» — шептал он. «Главное, царь в Коломенском». «Я в Оль!» «Именно немецкий». «Так надо идти в Коломенское. Там все тихо, бунт на Таганка. Мы здесь, поддерживая порядок, Коломенское далеко. Холопы всегда лезут к своему царю, жаловаться на обиды. Надо охранять царя. О, я хорошо знаю этот народ, знаю!» — шептал Гордон. «В свинцовых от пива глазках командира блеснула мысль. Гуд!» «Резон, майор!» «Но я должен идти на Таганка». «А я в Коломенское, в вашем полку московиты ненадежные. Вы идете с ними на Таганку, а я с немецкими офицерами и молодыми солдатами-черемисами к царю. Только дайте пороху и свинцу». «О, ты далеко пойдешь, мой малшик!» Шотландский голова. «Что ж, шагай, это далеко!» Закивал головой Крауфорд. «Отлично! Полк будет и там, и там, во всех опасных местах мы!» Через полчаса майор Гордон вел через наплавной мост на Москве-реке. Солдат беглым шагом к Серпуховским воротам пищали на плече бердыши наперевес. В Кремле все как обычно. Как всегда, в именинные царские дни в Благовещенском соборе шла торжественная служба. Из узких окон, под куполом синие столбы солнца, синеладанный дым, бояре, дворяне, дьяки, начальные люди стояли обедню, чтобы после ехать в Коломенское к царскому пирогу, бить челом царевне Анне Михайловне, подносить ей пирога. Но тишина скоро нарушилась. Пошел по собору разговор, шепот, прибежали дьяки из земского приказу. «В Москве гиль!» Сразу выскочил из храма царев-наместник князь Куракин. Побежал к золотой средней палате. Туда сразу набилось много тревожного народу. Говорили, ночью на Лубянской площади на столбе прибито письмо воровское, а с рассветом письмо точел народ. Толковал его вслух. А взошло солнце. Сретенской сотни гость Павел Фомич Григорьев. Шел мимо к себе в Китай-город открывать лавку. Увидел народ, прочел письмо, ахнул, побежал в земский приказ. Из земского приказа верхами на Лубянку прислали дьяка Афанасия Башмакова да дворянина Семена Ларионова, чтобы письмо то сорвать, доставить в земский. Башмаков да Ларионов прорвались сквозь толпу, сорвали письмо, поскакали обратно. Народ сперва растерялся, уступил. Потом кинулся за ними, кричали. Изменники, бояре, Литве продались. Государя в Москве нет, вот они и творят, что хотят. Народ московский должен знать всю правду. В толпе больше всех шумел Куземка Нагаев. Стрелец, выгоревшим от солнца кафтани, кричал отчаянно, что де правду увозят дикий те с собой, что теперь письмо попадет в руки боярину Милославскому, цареву тестью, и тогда, пиши, пропало. Надо де было стоять за правду всем миром. Посланцы верно поскакали в Кремль. Народ догнал вершных уж у спасских ворот, грозил побьет их камнями. Дьяков сбросили с коней, письмо отобрали, побежали вспять на Лубянку. В красном своем кафтане, кудрявый, сверкая глазами, влез стрелец Куземка Нагаев на паперть церкви Федосьи Мученицы, читал криком письмо во весь дух. Народ слушал, подбежал и тоже слушал, почитай целый стрелецкий приказ Якова Соловьева. Приказ здесь полк. Потом толпа волной побежала к земскому приказу, и там письмо было прочитано всему народу на все четыре стороны. Правду говорило то письмо, одну истинную правду. Сказывала в явь все тяготы, что народ терпел от медных денег, от хлебной драготни, от сборов денег на войну, а Василий Дешорин снова требует пятой деньги. Народ устал от воровских денег, что чеканит себе царев тесть, боярин Милославский, с дядей царя, матюшкиным. Поминали тут и Федора Ртищева, что все то медное дело удумал. Всех и все знал народ. — Идем к царю! — выкрикивал Кузенка. — Пусть государь укажет, как с теми ворами быть, пусть он выдает их народу. Все идем всем миром в Коломенское. Такие прелестные листы появились не только на Лубянской площади, а во многих местах. Люди волновались, хватали все, что попадало под руку — топоры, дубины, палки, чеканы, ножи. Люди уговаривали друг друга идти, тянули за рукава, тащили робких со дворов, из лавок, за отказ грозили смертью пропадать так всем. И когда солдаты Гордона выбежали за Серпуховские ворота, вся дорога на Коломенское была уже сплошь забита бегущим народом, шумно выкрикивавшим неистовые поносные слова, угрозы, потрясая дрикольем. И чем дальше бежал Гордон, тем больше верил он, что на этот раз ему повезет. В Коломенское, однако, побежал народ не весь, многое осталось. Метались по улицам Москвы, искали своих обидчиков — Милославского до Матюшкина, до Ртищева Богомольного, до Богдана Хитрово, до Стрешнева Рдиона Матвеича, до Купцов, Шорина до Задорина. Милославский, Матюшкин, Ртищев жили в Кремле, туда ворота были закрыты, а на стенах и башнях стояло сторожа. Ртищев все же позвал папа, исповедался, приобщился на всяк раз, готовясь к смерти. Сбежал в Кремль и Василий Шорин, спрятался во дворе Милославского. Скрылся куда-то Задорин, двор которого оказался разнесен, разграблен в доску первым. Потом толпа покатилась к дому Шорина. Во дворе у Шорина схватили его молодого паренька, сына Бориску. Перепуганный юноша подтвердил, что диверно его отец вел дела с литовскими людьми, знал о том, что ссылались с ними и бояре. Толпа взревела, парня схватили, связали, бросили в тележку, и работавший в то утро в Москве извозчик Мишка Бардаков повез добычу в Коломенское к царю. Народ бежал за телегой. Измученный жарой, жаждой, пылью, народ уже добегал до Коломенского, гудел по мосту, заливал в зеленой лужайке перед Вознесенской церковью, где шла царская обетня. Боярин Стрешнев шепнул царю, что из Москвы прискакал воевода князь Хованский, Иван Андреевич, что идет взводнем народ. Царь появился. Стоял на гульбище высоко, за белокаменным парапетом, подняв на черном посохе правую руку с сверкающим перснем. Приветно улыбался. Без улыбки нельзя было в такую минуту. Улыбка утешала ярость толпы. Потом снял рудо-желтую шапку с блестящих кудрей и низко поклонился. Медленно, по частям, словно раздумывая, толпа стала валиться на колени. Перед ней стоял ее живой бог воплоти царь. Тихим обычаем заговорил царь ласково, заботливо справился об здоровье народа, и толпа слушала бархатный голос. По что народ наш пожаловал в село наше Коломенское? Спрашивал царь. По что вызвали меня с божественной литургией? Надо отвечать. А как отвечать, когда слов нет, когда душат гнев и обида, горячие как огонь? Можно только вопить, кричать. А как кричать, когда крик того гляди испугает эту сладкоглаголевую золотую птицу царя? И десятитысячная толпа вопила, стоя на коленях, вытягивая руки, прося у него своего отца помощи. Нам известно и имя человека, который, поднявшись по крутой белокаменной лестнице вознесенья, поднял высоко шапку, сунул в нее бумагу и, став на колени, подал челобитие в белую руку царя. Это был Лучка Житков, Лучка Лука, Сретенской сотни теглец. Смокшие в поту русые волосы его прилипли ко лбу, борода свелась веревкой, загорелая рука дрожала, когда он произнес обычное слово «Царь, государь, смилуйся, пожалуй, нас, твоих людишек». Царь, наклонившись, принял из шапки бережно истерзанную гвоздями бумагу и, не оборачиваясь, сунул ее через плечо, а услужливая рука стрешни восхватила ее. Только ее и видели. Но царь челобитие принял. Стало быть, народу нужно уходить. Притихшая на миг толпа взвыла в отчаянии, над головами взлетели палки, сверкнули топоры. «Государь!» — в голос вскричал стоявший за лукой нижегородский человек Мартьян Жедринский. «Не годится это, государь. Прикажи, чтоб челобитие то вычли перед народом, то правда наша». «Я разберу, я укажу», — говорил царь, улыбаясь во все стороны. «Чти в раз!» — кричали уже со всех сторон. «Погибаем мы! Выдай нам тех изменников воровских бояр! Казни перед нами смертью!» «Я разберу!» — кричал и Алексей Михайлович. «Я укажу! Ступайте с Богом в Москву!» «Не верим!» — гремелова брат. «Обманываешь царь, воруешь!» Царь сверкнул глазами. Ему, самодержцу всея, Руси, каково было слышать такие слова. А Мартьян Жедринский, нижегородец, чернобородый красавец, гонявший по Волге торговые струги, шагнул вперед, схватил царя за золотую с самоцветом пуговицу. «Стой, государь!» «Не уходи, не договорившись!» «Удаль с нами, с народом твоим по рукам, что дашь нам суд да правду!» «Чинишь сыск!» «Казнишь измену!» «Кому ж нам верить, как не тебе?» Народ занимал теперь все крыльцо, лестницы, гульбище. Народ окружал царя, теснил его, дышал на него луком, чесноком, водкой, потом, пылью. Руки уже щупали парчу царского облачения. Глаза, озорные глаза, испуганные глаза, рассматривали царя в упор, как чудо! Мужики оттирали ближних бояр. «Сей же час буду на Москве!» — говорил царь тревожно, но все же с улыбкой. «Буду я ей! Идите, люди, в Москву! Я разберу дело, ученю сыск, укажу, Богом клянусь, накажу измену!» «Даешь рукобитье, царь!» Гремело вокруг «бей по рукам, коли не врешь!» «Эй, рукобитье!» «Добро!» — вымолвил, наконец, царь и протянул руку. Белая, пухлая, в жемчужном запястье рука легла в широкую, твердую ладонь Нижегородца. «Народ!» — крикнул Жедринский, перегибаясь через парапет. «Народ московский! Гляди! Бью с царем по рукам!» И он поднял обе руки в рукопожатии над гульбищем. «Слава!» «Слава!» «Москва!» загремели крики снизу. «Здрав буди, государь!» «Народ!» — кричал мартьян. «Царь-государь со мною!» «Черным мужиком ударил по рукам!» «Сыщет он, государь, накажет воров!» «Народ!» «Идем во-брат в Москву!» «Государю молиться надо!» «Идем!» И, решительно расталкивая толпу, Нижегородец стал первым спускаться с лестницы, за ним двинулся Лука Житков, сумнительно разводя руками, бормоча под нос. В его простую, неискушенную голову стучался впервые ставший перед ним вопрос. А как обманет царь, что тогда? Куда деваться? Но верить всегда легче, спокойнее, чем не верить. И в толпе над гульбищем началось движение, взлетали лихо надеваемые шапки. Наша взяла, расходись, чего там! Царь, подняв брови, угрюмо смотря себе под ноги, медленно повернулся, чтобы войти в храм. Вокруг него толпились только ближние люди, хованские, рамадановские князья, стрешни, все свои. Царь огляделся, хованский сунулся к нему. — Князь Иван Андреевич, — сказал государь, — пошли вершных в Москву, шли бы сюда стрелецкие полки наспех. — Посланный, государь, ускакали, а ты, Семен Родионыч, скачи в город, уговаривай людей, и скажи народу, — обещай, сыщу виновных. Что там Куракин делает? Алексей обратился к иконам, тем самым, которым молился когда-то царь Иван. Ай-яй, что случилось? Народ бушевал здесь, в Коломенском, словно в Новгороде-Новече. У Грозного была опричь ненаверные люди. Такого бы они не допустили, а у него, царя Алексея, нет верных людей. Стрельцы Кремль берегут да боярские дворы, а его царя гилевщики сегодня было поймали, как воробья шапкой. И гнев снова сжал царева горло. Худые мужичонки-вечники, гости московские, опять с собора требуют. Страдники, меня, царя, за пуговицы хватают, руку цареву бьют, псы. Гости московские, купцы, страдники, здесь труженики. Ироническое значение. После шепотов среди ближних людей под правой царевой рукой наперло брюхо стрешневское Родионова, а у щеки защекотала мягкая борода, запахло гуляфной водкой. Гуляфная водка — духи розовые. Государь, ин изволь в раз в Москву ехать, как бы больше дурно не было, надо в Москве сыскать, кто бунтует, похватать воров. Стрешнев, замолчав, косился на царя. Маячит под волосами розовое маленькое ухо, сам-то молчит, слышно только, дышит, сопит. Гиль по Москве великий идет, дома твоих верных слуг разбивают, стрельцы с гилевщиками, как бы опять пожара не было, как в прошлый раз. Молчит царь, сопит. Надо иконы поднять, митрополиту Петериму, с властями на лобном месте служить. Власти здесь духовенство. Что-то дрогнуло на царской щеке, и слышно говорит царь, давай коней скачем. Караулы московские, упредите, ворота бы в Кремле в раз открыли. Стрешни всунулся было бежать, да царь схватил его за рукав, слушай, шли людей к иноземцам, в слободу немецкую, чтобы всем ихним мужикам на случай оружие бы выдали и ждали на готове. А народ уже скатывался с Коломенского холма к мосту, бежал через него весело, бунтовать тоже нелегко, ладам, мирам-то легче. Кое-где всплыла уже песня, уходили, оглядываясь на белый столб вознесенья, шутили, но, видно, лёг-то хватил страху. За мостом, далеко впереди, появился, рос и накатывался навстречу всё ближе клуб бурой пыли. То отчаянно нахлёстывая лошадь, стоя, нёсся в своей телеге в Коломенское прямо к царю Мишка Бардаков, вёз скрученного по рукам до ногам парнишку Шорина на показ послуха царю Алексею. Послух здесь свидетель. У телеги скакали вершные, бежало, что из духу, несколько удальцов, другие поотстали, растянулись, а дальше поспешали из Москвы новые и новые толпы. Подскакав, к возвращающимся, Мишка осадил взмыленную лошадь, закричал, «Назад! Шоринского парня везём к царю! Той про измену всё знает, всё скажет!» Две встречные толпы сшиблись, слились, как два потока, и чудовищный пчелиный рой загудел единым гулом «Назад! К царю!» Мишкина телега, тупо стуча некованными колёсами по мосту, неслась впереди, вынеслась на холм, подскакала к Вознесенской церкви. Перед левым крыльцом стояли уже конюши с лошадьми для всех, царь с красной скамеечки осторожно садился на серого в яблоках аргамака с покойной хмурой. Ему только что доложили, что с Москвы идут наспех в Коломенское два стрелецких полка Полтева до Матвеева. «Еду в Москву, народ!» выкрикнул царь в набегающей толпе. «Будем сыскивать проворов и обидчиков!» «Вот он! Вот доводчик, Шорин Бориска!» перекричал царя Мишка. «Сказывал он, как грамоту бояре польскому крулю слали, слушай его, государь!» Царь хоть и ехал в Москву, но был уже не тот, что раньше. Его взгляд теперь тверд и сумрачен. Он уже знал, идут стрелецкие полки, Матвеев идет, да идут, так покажут, как бунтовать, царя за пуговицы хватать. Но еще рано было суровить царю, и царское сердце остановилось, заколотилось, увидел солдат в толпе с бунтовщиками, со стрельцами, кто без шапки, кто без пояса, все без оружия. В толпе метались бессильно начальные люди, старались удержать солдат подальше от государя. Выдвинулся было тут же вперед старик Стрешнев, закричал на них бранно, а двое солдат, по петлицам судя, на азямах полка Шепелева, кинулись на него, на боярин-то с палками, и тот зайцем шмыгнул назад, под шею царского аргамака, который дал свечу. «Где ж Матвеев, где стрельцы?» мутилось, стучало в царской голове, что ж не идут. Стрелецкого голову Матвеева царь знал теперь хорошо, вежливый, обходительный, тихий, а надежный, такой все сделает, что надо б нам. И не Рюрикович, попович он, стал быть, не кичится, не величается предромановыми. С детства жил Артамон при царевом верхе, сперва жильцом, потом стряпчем, знал дворовый обиход, и под Смоленском, стрелецким головой поставленный, воевал храбро, сидел воеводой в Переяславле, в Ливнах, в Белгороде, в Карпове. На Артамон-то можно было положиться, а у гелевщиков оружия не было. Царь, волнуясь, так затянул повод, что конь его плясал на месте, разбрасывая судил пену с кровью, а Мишка Бардаков, тяжело дыша, уже выбросил из телеги Бориску Шорина и, соскочив, держал пленника за шиворот. Сказывай, сукин сын, великому государю, все про отцовую измену, доводи. Перепуганный паренек молчал, трясся со страху, сзади бушевал народ, перед ним в золотой одеже выселся на коне царь. Дюжий Мишкин кулак крутил ему воротник. И вдруг... Все изменилось в одно мгновенье. Братцы идут! Приближались сметенные крики. Какой-то мужик в красной рубахе опустил кол, оглянулся, нырнул в толпу, только и видели. Там другой, третий. Нарастая, приближаясь, гремел барабанный бой. До ушей царя достигла приятной музыкой грубая немецкая ругань. Крауфорд привстал на стременах, вытянул шею царь. Он, он... Нет. Полк Крауфорда вел майор Гордон, худой, запыленный, стремительный, сияющий верностью с обнаженной шпагой в руке. За ним, как по линейке, шагали его солдаты. Недаром учили их немецкие офицеры сену соломе. Солдаты, словно кони, били ногами в твердую землю, грозно торчали, пищали, блестели бердыши, и решительные, непреклонные, шли впереди рот немецкие начальные люди. «Полк, стоять!» залился молодым голосом майор Патрик Гордон, и с последним гулом роты замерли на месте. Гордон лихо повернулся, поднял шпагу и, подойдя, отслютовал царю. Этот миг был мигом полного торжества иноземного регулярного строя. Немцы, черемисы, мордва, русские, стояли перед своим хозяином-царем с каменными лицами, глядя на него глазами полными страха. Эти окованные страхом, палками, зуботыченными, блестящие железом ряды, напоминали народу страшные времена царя Ивана. Люди, бросая дриколье, посыпались с холма, побежали. «Бей их!» закричал багровея царь Алексей. «Гони собак в реку! В воду, сукины дети!» «Вде шеренги стана!» «Вись!» «Раступись!» «Иди вперед!» командовал майор Гордон. Команда звучала в ушах царя сладкой песней. «Вот что нужно, чтобы править народом самодержавно, спокойно, никого не боясь. Регулярное войско!» в майоре Гордоне, в его муштрованных людях, в капитанах, ките, юнгере, шварце, хотящих только наживы, в забитых и запуганных солдатах явилась в Коломенском жестокая сила, скипевшаяся древняя традиция римских легионов, покорителей вселенной, хозяев бесчисленных народов, перенятая и сохраненная Европой, подлинная власть Цезарей. «Бейте их!» повторял обезумевший царь. «Бейте!» «Рупай, ребят!» крикнул Гордон, и над развернувшимися шеренгами красных кафтанов стройно взлетели кривые полумесяцы бердышей. «Рупай всех!» Из-за храма Вознесенья одно к одному бешеными псами выскочили затаившиеся, было там, коломенские караулы, боярские дети, и дворяне, и стольники, и стряпчие, и постельничие, и жильцы, и сокольники, и медвежатники, и псари, и вся придворная челядь, только что дрожавшие за свои шкуры, за сытую еду, за крепкий сон на деревянных топчинах, и потому озлобленные, мстящие за свой страх. Они рубили безоружных, распахивали ударами рубахи, разваливали головы и плечи, отрубали руки, кололи, резали, иступленно выкрикивая непотребную брань, душили руками за горло, отбрасывая в ярость оружие, а за их беснующейся толпой, как ряды косцов с кровавыми бердышами в руках, развернутыми шеренгами, шли солдаты майора Гордона. Майор Гордон, граф шотландский, Эбердинг, знал, он теперь выигрывал. Он нашел свой шанс, он добьется, он сделает, наверное, свою карьеру за счет чужих ему людей. В глазах царя он стал его силой, опорой, и когда на него в справедливой ярости набежал взъерошный мужик в серой сермяге, занеся высоко свой засапожный нож, Гордон на глазах царя отчетливым фехтовальным приемом проткнул его насквозь шпагой. Народ метал, сокричал, убегал от смерти подмерно рубящими бердышами, а Мишка Бардаков, Лучка Житков, Куземка Нагаев, Мартьян Жедринский среди сотен других уже валялись связанными на измятой, окровавленной траве, и их пинал острыми носками красных сапог своих, озверевший молодчик Борис Кошорин. Люди заваливали своими телами зеленые муравы села Коломенского, вытянувшись, лежали среди цветков, под наливающимися плодами царских садов, своплями барахтались, тонули в реке. На высоком танцующем коне, упершись рукой в бок, приподнявшись на стременах, царь смотрел. Утверждалась его власть. Кто мог противиться его воле? Село Коломенское затихло только к вечеру. По зеленому лугу, на бурой дороге, на мосту, на холме целый день бродили мужики да бабы, убирали покойников, вытаскивали из реки утопленных, копали братскую могилу над обрывом, под плач и причитанье набежавших родных, несмелый барматок попов. Над холмом стоял дым, горели костры, на них стрельцы, подошедших приказов Матвеева до Полтева, варили походную кашу, слышались уже довольно выпившие голоса, всплывала песня. Каждому солдату царь пожаловал по серебрянному рублю. И на нижних крепких ветвях коломенских столетних дубов по холму и вдоль дороги тихо покачивались в теплом ветре вытянувшиеся тела ста восьми повешенных по указу на месте бунтовщиков. Солнце к закату. Уж и царское стадо брело домой, позванивая ботолами, а в приказных палатах царевых хором при свечах заседали князья Хованский да Волконский, вели сыск над схваченными в бунте. Из Москвы подъехало уж пятеро палачей. — Чего мало? — спросил князь Иван Андреевич. — Писано слать заплечных было полвтора десятка. — Не дали князю Трубецкому самому надбны. — Ладно, обойдемся, — сказал Хованский, потягиваясь и поглаживая круглый живот под красной рубахой. Трубецкой Алексей Никитич заседал в Москве в разбойном приказе в Кремле. На виселицах, расставленных вдоль стен и у ворот белого города, по приказу Трубецкого было повешено двадцать гилевщиков, схваченных при разгроме дворов. Дело в семь и впрямь было много. Царь Алексей сидел в своей коломенской опочивальне у дверей, привалился к притлоке, ждал дворянин Прончищев. Должен был он везти в Москву срочно снова указ князю Трубецкому. Под окошками фыркали, били копытами заседланные кони. И тем ворам, что схвачены с грабежной рухлядью, писал государь, с розчерками, завитками, с нажимами лебединого пера, ты бы чинил сыск накрепко, и кто достоин тех ты воров и пущих заводчиков мятежу, и людей боярских мятежных, казни смертью по своему рассмотренью, и прикажи вешать по всем дорогам у Москвы, и про то отпиши нам государю. В дверь постучали, вскочил жилец дневальный, распахнул дверь, за порогом стояла царева сестра именинница царевна Анна Михайловна в большом наряде. На вытянутых руках, нашитом красными петухами рушнике, она держала именинный пирог на блюде, на нем чарка травнику, склонилась высокой кикой с жемчужными городами. — Государь-братец, не обессудь на угощенье, изволь отведать пирожка моего печенья, протянула царевна нараспев, и то, поди, у тебя, государя, с утра во рту крошки не бывало, все трудишься. Царь тяжело встал, подошел к сестре, выпил травник, утер усы, поцеловал именинницу, из кармана кинул ей на пирог два золотых. — Спаси Бог на угощенье, сестра, сказал он, жуя углышек отломанного пирога. — Дела такие, что и себя не упомнишь. Не любит чернь державных наших забот. Пойди, сестра, неколь мне сейчас. Прости, Христа, ради. В этот вечер в селе Коломенском в царских хоромах не было именинного пирования, меж листвы дубов до сосен тихо светили звезды, в лугах дергали, скрипели, коростели дергачи. Царь сидел с бояры, словно в осаде, чел бумаги допоздна. Надо было в Москве медный бунт загасить. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея великие малые белые руси самодержцу холопы твои Алешка Трубецкой со товарищей челом бьют. В твоей государь грамоте писано к нам холопам твоим и присланы к нам воры мятежники стрелец Куземка Нагаев да Сретинский теглец Лучка Житков Рейтер Ротька Самойлов дворцов села крестьянин Мишка Бардаков да Нижегородец Мартьян Жедринский и их распросные и пыточные речи. И мы холоп твои по твоему государю казу стрельца Куземку Нагаева теглеца Сретинского Лучку Кузнецов Отковать на случай кандалов полтысячи наших мало, а подать нам сию отписку с подьячьим со стенькой Яковлевым в село Коломенское у сыскных дел боярам князю Ивану Андреевичу Хованскому да князю Федору Федоровичу Волконскому. Глава четвертая. Возвращение. Два парных воска подъехали с Ярославской дороги к Москве, проехали башенные ворота земляного города, в сыроватых февральских сумерках снега синий, небо сиренево, почерневшие тыны бежали назад, в них проносились высокие ворота с голубцами, За тенами мелькали избы под снежными шапками, то приземистые, как грибы, то в два жилья с прирубами, с крыльцами. В сугробах змеились глубокие тропы. По высоко поднятой снегом улице безмолвными тенями ходко шел народ. На углу у троицы в сапожках мелькнул алый огонек в фонаре перед иконой, ударили к вечерне. Ехавший в первых санях протопоп Аввакум перекрестился и, выснув бороду из отчаянно колотившегося по ухабам воска, смотрел жадно на Москву. Бог один знал, что ждало его здесь, а как казалось все мило здесь, как радостно. И лучина, мерцающая переливно, уже кое-где в окошке и девушка в шубейке в накидку, шатко несущая на выгнутом коромысле деревянные ведра с кружками на плещей воде и бешно скачьи в рогожных драных своих санках извозчики с криками «Пади, поди!» И решеточные сторожа, с позаранку налаживавшие свои решетки над конопляными фонарями на углах улиц, чтоб перекрывать все движение на ночь, и лавки с грохотом и стуком, запираемые торговыми людьми, чтобы после трудового дня отправляться домой ужинать, и пара земских ерыжек, волокущие на веревке в земский приказ пойманного бронящегося мужика, все согрето было теплым дыханием одного лишь слова «дома». Федор юродивый, которого протопоп вез с собой из Вологды, испуганно зарылся в сено и только жалобно охал, изредка побрякивая своими веригами, да десятифунтовым железным крестом, что висел у него на шее, «Вавилон», — бормотал он, отплевываясь на все стороны, «Спаси и схрани!» Из вторых саней, поспешавших сзади, там ехала протопопица с ребятами, доносились восклицания, смех, видно, Москва волновала и их. Один привычный ямщик оставался невозмутимым, сидя бочком на облучке, крутя кнутом, он уверенно свернул вправо, повез, поехал косыми улочками, выехал к Сретенским воротам, осторожно спустился по съезду вдоль белого города у Петровского монастыря, переехал Дмитровскую дорогу, и у церкви святого Дмитрия Солунского, что у Тверских ворот протопоп, вдруг узнал двор, закричал «Стой, брат, стой! Э, вон, к тому двору!» «О, брат Герасим, принимай гостей! Поди, не чаял, горю!» «Пр-р-р-р!» Емщик скользнул бочком со своего сиденья и, тыча кнутом в снег, пошел к воротам двора. После стука, криков, переговоров ворота открылись на скрипучих вереях. Сперва выскочил пес рыжий, балуй, за ним поп Герасим в волчьей шубе, брошенной на рубаху, вытягивая валенки из сугробов, подошел к воску, вглядываясь, кто приехал. «Ну, брат Герасим, принимай гостей!» — повторил довольным голосом Аввакум Петрович. «Так-то, браток! Ага!» Поп Герасим так всплеснул руками, что шуба скользнула с его плеч, он подхватил ее под полы, подбросил плечами и топтался у воска растерянно. «Братец, протопоп! Благослови, братья!» «Ага, протопоп, брат! Он самый! И в Байкал-море не тонет, и в Амурских сопках не горит! Вот он я!» — говорил тот, благословляя Герасима. Братья поликовались. «Здравствуй, отче Герасим!» — говорил, похохатывая Аввакум. «Здороволь!» «Ну, веди в избу! Какие ж разговоры на улице!» «Федор!» «Свят человек, выходи!» Из ворот двора теперь сыпались люди, дети, из восков появлялись приехавшие, на ходу набрасывая платки, на повойники, подбегали соседки, и скоро изба папа Герасима была набита народом. Оба брата встали перед богами, отпели молебен, благодаря за возвращение в Москву. Три только года ведь тянулись непутвы из Даурии. Непутвы — пути бездорожьем. Пошли знакомства, обнимания, разговоры между взрослыми, дети еще чуждались друг друга и смотрели дичась. Герасимова Попадья со старшей дочерью убежали уже во двор, откуда слышался скрип колодезного журавля, таскали из колодца воду, топили баню. С Протопопом приехали его подружия Настасья Марковна, ребята, дочери Аграфена, Акулина, Ксения, сыны Иван, да Прокоп, да преданный друг всей семьи, ученица Протопопа Анна Кумычка, да двое баб-помощниц, да еще Федор Юродивый. Подружия — жена. Тот, как вошел в избу, бросился к иконам, упал на колени, кланяясь земно, и его большие босые ступни, желтые в трещинах обмороженные, были страшны всем. У Дмитрия Солунского, у Тверских ворот, пробило час ночи, час, как зашло солнце. Братья, однако, начали свой разговор, когда пробило три. Дела то да сё. Петровы были белыми попами, сынами, внуками, правнуками, белых попов, должно быть, со дней крещенья Руси. Рослые бородачи, долговолосые, жили они во всем так, как жил народный мир, не в монастыре. Сами рубили избы, пахали, сеяли, жали, косили, убирали, сами вели скот, сами плодились и множились, сами же переписывали скудные книги. Петровы исполняли нехитрые мужичьи требы, были советниками народа в житейских делах, были служителями веры. Бывало, не отставали они от народа во время грозных великих бунтов, и, стоя в санях с топором в одной руке, другой рукой, поддерживая соженный крест, шатающийся и пляшущий от бешеной скачки, как живой, в дни лихолетия участвовали в боях. На передних санях поет старая песня, скачет поп Емеля, крест-то у Емели, полтора сожения. Официальная церковь белых попов не жаловала. Среди святых в святцах не значится ни одного белого попа, как нет и ни одного мужика. В святые люди выходили одни князья да монахи преимущественно. И вот теперь царь и церковь пошли против народа, требуя внезапно перемены самых коренных вековых основ его простой жизни. Хватит или нет у священной двоицы на это авторитета и власти? Поставят ли царь и патриарх на своем, или свободолюбивый народ откажется от них, от царской и от церковной власти, пойдет своим собственным путем, неясным, глухим, но верным, как путь пчелиного роя? Оно, может, ни царей, ни монахов, народу и не надо? Так стоял вопрос. Наконец-то братья Петровы остались одни за столом в жаркой избе, где со всех сторон, из полу, из лавок, из палати, из печи, неслись бормотанье, вздохи, храп. Герасим задул лучину, поставил на стол сальную свечку, и желтый ее свет бликами лежал на крутых лбах обоих братьев, на их седых висках и бородах, на морщинах у ясных и простых глаз. Герасим хлебнул за эти годы учсти Москвы, знал чуму, гибель в ней двух братьев и их семей, войны, бесхлебья, голод, дороговизну, медный бунт, в котором народ по-старинному поднялся против воров бояр, и который сразу погас подавленной налаженной и жестокой силой чужих наемников. Аввакум принес с собою десятилетия ссылки, скитаний, побоев, отчаяния, голода, мучений, непомерной приказной жестокости. Кто был причиной всего этого нестроения, павшего на их землю? Кто был в ответе? Царь. И кто мог бы исправить все? Тоже он, царь. Добро, что убежал Никон-Антихрист, вернет ли царь свой народ на его верные пути или нет? На дворе февральский последний мороз, нет-нет, да и стукнет в избе, кошка прыгнула за мышью в подпечь, а выпуклые лбы братья все ближе да ближе друг к другу. — Рассказывай, братан, как царь-то тебя в обратно Москву позвал, — шептал Герасим. — Ага, во его да Пашков все в Москву грамоты слал. — Не может, где он, больше там, в Нерчинске, сидеть, — говорил протопоп, — голодно. А люди кругом вольные, что хотят, то и творят. Ну, приехал на смену Пашкову Толбузин Ларивон Борисыч. Меня позвал и пиво налил ковш пей, где протопоп переложил царь свой гнев на тебя на милость. — Езжай в Москву! — Ну и поехали мы. — С Пашковыми? — Нет, тот все на меня гневался. А как узнал, что мне в Москву ехать еще пуще, — поезжай, — говорит, — как знаешь, один. Угнал сам вперед, — ох, воевода! — думал верно, — погинет протопоп. Пять недель тянулись мы из Нерчинску на нартах по льду. Пять недель. Две клячки там дали под ребят, да поклажу, а мы с Настасьей пеши. От коней отстать нельзя, а за конями никак не поспеть. Жена то идет-идет, да повалится, ну, скользко, темно. Раз эдак то шла-шла, да повалилась, а на нее чушь человек набрел, тоже свалился. Та вопить сил нет, ой, задавил. Я ей встать помогаю, а она мне, — долго ли, Петрович, такие мучения будут? А я ей мотнул, а в вакуум Петрович головой и усмехнулся. А я ей до самой смерти, Марковна, вздохнула бедная, только и молвила, — добро, Петрович! И но еще побредем! Мучил себя воевод-то, — вздохнул Герасим. Протопоп опять усмехнулся. — А может, я его? — сказал он, перебирая пальцами бороду. — Потом судья великий разберет, кто прав, кто виноват из нас. Что воевода, человек он, скачет, аки-козел, раздувается, аки-пузырь, гневен, как рысь. Ржет зря на чужую красоту, аки-жеребец, лукавит, как бес, спит сколько хочет, жрет вовсю. Откладывает покаяние на старость, а потом помер, нет его, ушел, а куда, во тьму ли, в светло ли, только день судный придет да разберет. — Долго ехали-то? — вздохнул Герасим. — А как же! Великчать путь от! Через Байкал море, на Дощанике, спасибо, перегреблись потихоньку. А как к берегу подошли, чуть нас не разбило, встал ветер великий. В Енисейске зимовали, у Босова, у Тихона Васильевича, хороший человек, дай бог ему, доброго здоровья. Брат, он сказал, в Москве у него живет, двор-то у них, у Москворецкого моста. И вдруг засмеялся, добро, тихонько. Господи, да в Москве я могу сходить к Москворецкому мосту. А как шли, то ничего не знали. В Енисейске то воевода Иван Иванович Ржевский сидит. Так он мне сказывал, что Никона-то нету уже четыре года. Что ж это деется? И в Сибири тоже бунты. Как в Тобольск пришли воеводой Хилков князь Иван Андреевич. Все там на иноземный лад, на польский. Стрельцов нагнали, солдатов, начальные люди, иноземные, рейтары. Все люди литовские да польские из пленных. А кругом бунты. Камень-пояс тоже как огнем горит. Татарии, тарские да тюменские, горой встали против воевод. На степи калмыки башкирцы бунтуют, а на полночь остяки да вогулы. Камень-пояс Урал. Царевичи у них сибирские, девлет гирей да кучук, да сиит богатырь. А-а-а! — качал головы Герасим. О, строги наши жгут, деревни, монастыри, крестьян пашиных бьют, скот грабят да режут. Рейтаров, — сказывают, — и тех побили. В Тубольске и зимовали тут я про Никона и наслышался довольно. Там много его крестников то, что он сослал. Но по весне в Москву поехали. Да как же проехали-ка ль народ немирен? Да мы то мирны. Кто мирен, тот и едет. Тут воюют, там воюют. А ты поезжай по середке, ничего. Правда, на Иртыше одного обскочили нас остяки с луками все. А я их обнимаю, говорю, Христос с вами да с умною. Они добрые стали. Женок своих к Марку в нею привели. Она тоже с ними ладом. А как бабы добрые, так и все добры. Мужики то луки свои спрятали. Хе-е-е, торговать стали. Я у них медвежьих шкур добрых накупил. Вот так, по-хорошему и доехали. Аввакум Петрович сжал губы, взгляд стал твердым. Что ж у вас-то на Москве деется? Человек сам слыхал, — говорил полушепотом Герасим. Он был брата потише, больше остерегался. Кто помер, кого угнали. Никона хоть нету, да зато... Скрижаль книгу, как служить теперь беда. Тысячми печатают ту книгу на печатном дворе. Скрижаль книга, доска с письменами, фигурально заповедь, а здесь богослужебные книги. Всюду по церквам шлют, а встреч по Москве тетрадки ходят рукописные, о правильной вере добрые люди их пишут, а народ чтет. Да братья Соловецкого монастыря тот служебник Никонов не приняла. Не утихает народот. Какое? Подымается. Поживешь в Москве, сам увидишь, — говорил Герасим. Самый камень веры расшибли. Все не так, как народ делает, — говорил Аввакум. Как отцы нам в предании передали, так и лежи оно неприкосновенно. Кому это менять надо? Тому, кто брани хочет, кому мир не люб. Нет мира в церкви. Патриарх войну поднял, и нет той войне конца краю. А государь тоже войну повел, словно в болоте в крови по грязь. Вылезти не может. Тут, в Москве, на Красной площади молебен служили, чтобы быть царю крулем польским, — подняв брови, сказал Герасим. А к чему? В польские крули полез? Ишь ты! А по что? Гордоусы стали. Мы де кто есть, а кто ты? Он был царь Максимилиан. От гордости стал христиан мучить. Ну и пропадай, сукин сын. Поп Герасим, оглядевшись, спросил, братья, а ежели царь или патриарх веру нарушают, не отринуть ли должно нам их? Ой, отче Герасиме, искушаешь, что ли, меня? Глянул строго Аввакум. Искушающий, сам искушен, ответа ищу. Как думаешь? Народ верой землю спас. Спас? Значит, вера его правильна. Кто царя поставил? Народ. А кто патриарха ставит? Добивался Герасим. Бог, — ответил с серьезным лицом Аввакум и усмехнулся тут же. А может, дьявол? Народ то сказывает, ник он антихрист. Кто его знает? Ну, пожалуй, то и добро. Может, статься царет один поправит дело, вернет народу веру. Уже за полночь истомленные кончили братья беседу. — Отдохни, братья, — сказал, наконец, Аввакум. Утро, вечера то мудренее. День он с солнцем ходит, все видит. Ранним морозным утром вышел Аввакум Петрович с братнего двора, пошел по Москве искать дружка. Было холодно, но уже сквозь морозец дышала весна, под ногами хрустел в лужах ледок, лоснилась зеленая от навоза мостовая. Кремль, соборы, церкви, торги, Москва — все, как было, так и осталось, великолепное, несокрушимое, вековое. А люди-то вот другие. Нет больше старых друзей. Степана, благовещенского протопопа, царского духовника, помер в чудовом монастыре. Епископ Павел Коломенский, что на соборе отверг Никоновой деяния, единолично патриархом без суда сослан в Палеостровский монастырь, в ссылку и, сказывают, сожжен на костре. Заточены голубчики, милые протопопы Данила Костромской, Логин Муромский, протопоп Иван Неронов бродят христовым именем по всей земле. Теперь старец Григорий он. Оплакивает горе до разорения народное. Уцелел из всех дружков, только он один, протопоп Аввакум. Вынес он на могучих плечах два десятка тысяч верст странствования по Сибири. И неужто вся тягота ляжет на него одного? Господи, милуй! Инда содрогнулся протопоп, а Москва-то куда как мила в это солнечное утро. С крыш капели, с церквей звон, народ трудовой бежит черными мурашами, тучами перелетают голуби на Лубянской площади, торговые ряды торгуют, чем только хочешь. А сам он, протопоп, в лисьей шапке, да в лисьей новой шубе, герасимовой с посохом, идет по синим от неба лужицам. И вспоминал протопоп одну ночь, зимнюю, глубокую, морозную. Тянет он за собой нарту тяжкую с рыбой с озера Шакма, а снегу нет, волочит по земле нарту ту, аж вспотел, ноги не идут, бросить груз, хоть и в безлюдии нельзя. Лисицы рыбу сожрут, а дома на самое Рождество ребята голодные. Небо черное, только звезды играют горе. Идет, идет, тянет в лямки, да и упадет, как пьяный, лицом вниз. А идти еще, верст восемь, залез было и заснул на дереве. Так все, как есть, замерзло, шубенка тонка и живот озяб. Увы, думает тебя в вакууму, бедная я сиротинка, искорка огня живого, видно, угаснешь сей же час ты на равнине ледяной. И согрелось вдруг сердце в нем. Ринулся он к нарте, лямку набросил на шею, рванул, опять потянул. Упал снова, но уж у самого двора, у избы своей. Или ему и теперь эдак-то тащить спасать дело непосильное. А Москва весела, бойка, ухватиста, под уже высоким и греющим солнцем. На Воскресенском мосту лавки торгуют, за мостом и Кремль сверкает золотом вверх Ивана Великого. А вон и изба царева. Неужто он, миленький, ныне без Никона, без волка? Кабы у царя побывать, как-то он, государь, его протопопа примет. Ласково принимала Москва протопопа в вакуума, не забыла видать его за десять лет ссылки. Всех старинных друзей протопоп не нашел все в ссылках, в тюрьмах, монастырях, в немилости, но кое-кто уцелел. Прижился, помалкивает. Дали знать одному старому московскому дружку, Ртищеву, Федору Михайловичу, здесь, где протопоп. И вскоре пригнал к Дмитрию Солунскому вершный. Милости, где просит боярин той, Федор Михайлович, пожаловал бы к нему на кремлевский его двор протопоп. По ясному утру шел к кремлю протопоп в вакуум. Прошел мост у Никольских ворот, спросился и встал, наконец, против Ртищевского дома у Боровицких ворот. Могучий тын в талом весеннем снегу направо да налево, в тыну высокие резные расписные ворота. Что сказать? И то боярский двор от его окольничьего Ртищева. Хорошо помнит Федор Тищева протопоп. Бывало, как прибредет в Москву, идет во двор дяди его стольник Ртищева Михаила Алексеевича на остоженке, а племяш теперь вон куда в Кремль въехал. И видит перед собой протопоп вакуум Федор Тищева стряпчего царского, то с шапкой царской, то с портянками, то с другой стряпней. Поверху носится сам чистый, светлый, ну, как архангел. Любит он церковный чин, благолепие, чтет больше всего жития, мечтает о великих городах с площадями, на коих великие учители народу истину проповедуют, а и сам он с иноверцами часто спорит. Чудятся ему великие пустыни, ночное звездное небо, вой шакалов, отшельники в пещерах за великими книгами с малым огоньком сидят, заря встает, а у пещер тихих львы лежат, стерегут всех святых людей. А услышит царский голос, Федька, подай рубаху, и несется херувимом, а теперь и... Аввакум покачал головой, высоко залетел. Постучал, за воротами залаяли псы, воротник выбежал из своей избушки, открыл калитку, спросил, что надо, крикнул жильца Серегу, белоглазого, шилозадого, до веселого челединца. Тот побежал докладывать. Протопоп шагнул в калитку, далее не пошел, встал осторожно, а ну, как собаки злы. Тысячи и тысячи верст протащился протопоп по лицу своей земли, а где такое у дома увидишь? Вырос, вырос, Федор Михайлович, дружок сердешный, пока голодовал он протопоп в дауре, это в ссылке. Большой двор, поперек его в снегу разгребена дорожка, зеленые по ней елочки у дорожки колодец часовенка шатром накрыта. Прямо поперек двора каменные белые палаты в два жилья, узкие окошки с расписными наличниками, травы зеленые да цветы, красные да лазоревые. Лестница у палат с правого торца с пузатыми столбами, с высоким рундуком, к ней и подошла дорожка по снегу. Слева от палат церковь боярская, от храма к палатам переход высокий. Над зеленой чешуей крыши палат, над резным гребнем дерева боярского сада, что за палатами у заднего тына, справа к тыну, амбары, склады слева к тыну, погреба, поварни. Селен Ртищев Федор Михайлович, окольничий теперь он да с царскую похвалою, у поляков, испуганных первыми успехами оружия Москвы, добился он в царском титуле добавления царь малой и белой Руси. Ртищеву тогда, пожалована, была от царя неслыханная похвальная грамота. За твою прямую службу велим быть тебе в окольничих, потому что служба твоя нам отменно, потому что у нас с польским королем мир не учинен, а ты взял нашу титул с новоприбыльными титулами по нашему приказу, и в предках того не бывало, и мы, великий государь, тебя, окольничего нашего, присно похваляем. Присно всегда. И это он, боярин Ртищев, и удумал деньги медные вместо серебряных по гешпанскому образцу. Довершил он Ртищев дела в тайном приказе, через своих дьяков следил, чтобы царские воеводы не воровали бы, не сошлись бы с врагом. Как у покойного Морозова Бориса Ивановича и у боярин Ртищева Федора Михайловича под Путивлем на границу Украины дымились будные заводы, жгли на заграничный экспорт поташ из лучшего дуба. И это его, Федь Куртищева, забили бы насмерть черные люди в недавнем медном бунте, когда б смогли бы тогда ворваться в Кремль. Из боярских хором выскочил налегке, запрыгал воробьем через лужи с желтыми своими сапожками, жилет Серега в лазоревом кафтане, волоса как лен белы, боярин милости просит пожаловать, и заскакал обратно, показывая путь. Протопоп поднялся по лестнице, вошел в сенье. И сердце Аввакума сжалось. Или подлинно он в избе уртищего. Аой! По стенам картины, гравюры заграничного дела, парсун немецких людей в высоких париках, с кудрями, с надменными голыми ртами, властные гордые лица. И тут же висели фряжские листы, разные немецкие города, в них хоромы каменные высокие, крыш черепичные, острые, шпили да башни с петухами да славьями, у городских ворот люди в кованом железе, меж ними махало маятниками несколько часов. И везде, везде книги в кожаных тисненных переплетах, с медными да с серебряными застежками, книги и на большом столе на резных скрещенных ножках, крыт стол сукном брусничным добрым. Книги на полках, висящих на шнурах в простенках меж окон и по стенам палаты, и в резных шкафах, на лавках, на подоконниках завалили книги палату, иных и не перечитать. Много учения не получает, столько книг, что и себя позабыть можно, индо ноги задрожали у протопопа. Все, все-то чужое ему в этом богатом кремлевском доме. Откуда всего этого набрал Федор Михайлович? По что? Застучали легонько сапоги, дверь раскрылась на кованых своих петлях, выскочил жилец, отскочил в сторону и, протягивая обе руки, выставив вперед блестящую черную бороду, шел на протопопа Аввакума Боярин в большом кафтане малиновом с зелеными травами, в зеленых сапогах, зипун белый, рубаха малиновая ж с ожерельем. — Благослови отче протопопе! Встретились дружки, поликовались, оба отступили назад, остро смотрели друг на друга, лет одиннадцать не виделись-то. — Поздоровуль, Федор Михайлович, живешь! — густо да ласково молвил протопоп. — Спасибо, по милости Божией, поздорову! — отвечал боярин и рукой с красным перстнем потрогал бороду. И дивлюсь на тебя, отче в вакуме. Все толь же ты могутен, а я на тебя дивлюсь, Федор Михайлович, сколь же книг у тебя, неужто все их ты счел? Протопоп говорил ровно, без горечи, без обиды, спокоен, волен, сам по себе, а Федор Михайлович Ртищев, всем давно известно, не понимает даже и прямых обид и тоже смотрит спокойно, приветно. Царедворец. Чту, коль свободное время, а когда оно свободно-то, по ночам больше. Ночью темно известно, а чтешь-ку ли, как днем светло, учтиво отозвался протопоп. И ты, отче, протопоп, тоже поди, немало повидал, государь и то про тебя вспоминал. Вспомнил, миленький. В Даури то и я за него, света моего, все время молился. Видит ли, думаю я, батюш, кто наш, как его люди все вперед да вперед по Сибири идут к самому океану морю за его государевой прибылью. Ох, большие прибыли в Сибири то. Садись, протопоп, в Москве ты, слава Богу, обсказывай все, а я государю доведу. Чего ж, обскажу, и в Сибири люди живут, мне б государя повидать, благословить его света. Увидишь, увидишь, доведу государю, рассказывай, говорил Ртищев. А чего рассказывать-то? Велик ли он протопоп со всеми его делами? Плевое дело былинка, зернышко малое, ну, голодовал, тащился с семейством по всем рекам, в зной, в стужу, тонул, погибал, били его кнутьями, никто не ведал, поп он или распоп, не разберешь. Требы правил народу, учил, исповедовал, приобщал, отпевал, хоронил, напутствовал, бешеных укращал, с бесами боролся. Да что это за дела для него, для боярина, верхового, для Ртищева, пустое. У боярина дела на всю землю государственные, а протопоп? Он с народом, он мужичий, а народ, что пух весной на тополе, летит, одно семя землю засевает, а тьмы тем гибнут. Улыбается даже протопоп, ну что ему рассказать, жаловаться не хочет, а все остальное нечего. Боярин глядит из-под лобья, перстень на пальцы вертит. Как это тебя не знают, сказал он, прервав самоунчижение протопопа, не зря государь тебя указал из Даурии на Москву звать. Нету теперь ведь Никона, патриарха. И как спущенный лук вспрянул, зазвенел протопоп, глаза блеснули. Вот оно главное то. Сюда я, как брел, думал, мир у вас тут, тишина, вымолвил он. А сбежал патриархот, церковь покинул и усмехнулся. Антихрист, овец своих покинул, как есть антихрист. Себе Иерусалим новый построил, и гроб господень в нем. Сам за место Христа света ладит, что ли? Артищев посмотрел на потолок, где близнецы вечно бежали за раком. Ой, не утих еще, видать, протопоп, смиренье-то зря напускает. Не рано ли его из Сибири вызвали? Не обняк еще. На коем дворе живешь, протопоп? Да к брату попу всем гнездом въехал, к Дмитрию Солунскому, что у Тверских ворот. Попрошу государю, чтоб тебя куда поближе взял. Живи на Москве, протопоп, нам помогай. Справщиком тебя на печатный двор поставить можно будет. Правь книги как надо, ты это дело любишь. Протопоп из-под космы волос блеснул косым взглядом. Народ наш черный великий труды несет на хребтине и всякого труда не боится и все превозможет, заговорил он. Одного хочет душу свою спокойную. Мирная душа труду помогает. Никона на престоле нет, значит царь то с нас анафему сымет. А то как уж великие патриархи укажут, отвечал Ртищев спокойно и уклончиво. Сам то неволен царь указать что ли? Неволен и царь в делах божьих, еще спокойнее отвечал Ртищев. И посланы уж послы звать тех патриархов на Москву в Иерусалим, Антиохию, Александрию, ну и в Царьград каждому на дорогу по триста золотых посыла на великое дело. Алии свои архиереи не тем же духом святым судят, не можем мы сами себя урядить, чужие надобны. Свой собор указал, что не патриарх Никон, так не ученые наши довольно сказывают. Апостолы Алине с простецов рыбаков или из книжников сказывают, да кто сказывает то. Вскинул с усмешкой одну бровь, а в вакуум Епифан, что ли, с Киева перемет, перемет, ренегат, перебежчик, Славенецкий, ишь ты, светильник церкви, он то за Никона, а новые и Никона с Белого то озера опять в его Иерусалим пересадили в новый. Дивлюсь я попросту темой ей, как себе самим мы не верим. И воткнул глаза в боярина. Так смекаю, да и народ говорит, боится царь патриарха то. Как бы не проклял тот его, а с ним всю не смешно? Мы де патриарх, вот царь и нудится на греков, они де законом своим всякого Никона пересилят, ей ей боится. Апостола не слушает. Что сказано? Кто богоборствует, нет на том благодати, так чего ж его и слушать? Вот нас Никон проклял, анафемствовал, а мы то не боимся, нет, народ от весь не проклянешь, не боимся, с народа благодати не сымешь, друг другу исповедаем согрешенье, молимся друг о друге и исцелеем. Народ, вот живой храм наш, а не каменные соборы, не в бревнах церковь, вот, а в ребрах. Или греческие лисы, что под Махмедом сами сидят, помогут делу Божьему, уже дальше громыхал Аввакум Петрович. Махмед здесь турецкий султан. Потому земля наша и в шатости чума, война без конца беды нашу землю, что медведи кругом обсели ревут, выть мне, как шакалу, рыдать, как страусу, прогневили им и Бога. В палату тихонько вошел маленький старичок в темной однорядке, в козловых сапожках, бородка гвоздиком, кожная киса, ответил поклон. Принес, Фомич? Ага, боярин, семьдесят рублев серебром? И то серебром, засмеялся невесел артищев, немедью же давать протопопу. Нахмурился было протопоп, мелькнуло в голове, не сребренниками же. Да тут в одних часах зазвенело, загремело, щелкнула дверца, выскочила птица, закланялась, закуковала. Протопоп индо дернулся. Не пужайся, Аввакум Петрович, чудо сие человеками ухищрено, время показывает. Время мое по солнцу знаю, отрезал протопоп. «Что мне кукушка указать может?» «Бери, бери деньги, протопоп», поморщил сортищев, «прячь в шапку, да идем, государь-то должно тебя ждет. Вчера наказывал тебя приволочь. Эй, Ваня, Вань!» «Спаси Бог», кланялся протопоп, «Спаси Бог за дубруту». Вбежал Ваня. «Ладно, ладно уж, Ваня, беги, чтоб вазок подавали». Кеса была тяжела, и для могучей протопоповой руки он было стал неловко прятать ее под полой кафтана, а куда девать, оглянулся, как быть. И вдруг из темного угла, из-за шкафа с книгами глянуло на него, как из окна, бородатое лицо в долгих волосах, блеснули, словно знакомые глаза. Протопоп шатнулся, защищаясь от острого взгляда, поднял руку, и тот там, за шкафом, тоже двинулся, поднял руку. Изумился протопоп. На лице незнакомца тоже выразилось недоумение. Протопоп решительно двинулся к незнакомцу, в чем дело, а тот ушел к нему навстречу. Аввакум Петрович остановился. «Ха-ха-ха!» захохотал боярин, видно было, он ждал этого, схватился за живот, откинулся весь назад. «Ха-ха-ха!» «Да то есть зеркало венецианское, видно, не видывал ты, не кали, сам себя, каков ты есть, протопоп, погляди!» «Ха-ха!» Фомич давился от смеха, прикрывши скромно рот ладошкой. «Хи-хи-хи!» вторил он. «Хи-хи-хи!» «Хо-хо-хо!» смеялся и Ванька-жилец, прибежавший доложить, что сани подают крыльцу. Протопоп стоял, опустив руки с кисой, и на него из широкой золотой рамы недоуменным детским взглядом смотрел в упор волосатый мужик. «Вот оно!» художество Европы с уважением заговорил наконец, отхохотавшись, вытирая слезы боярин, поистине просвещенье. «Погляди, протопоп, каково хитроумное дело! Какова резьба-то? Гляди!» И впрямь зеркало было богатой работы в широкой золотой раме. По той раме бежали, порхали голые парнишки на крылышках с луками и стрелами. В правом нижнем углу в цветках развалилась ногая золотая девка. Протопоп пришел в себя. Он заметил, что все трое боярин и его челядь глядят на него так, как никто не глядел, не смел глядеть. Его проклинали за властность, против него бунтовали мужики и жонки, его прихожане, его били палками, в облачении за ноги волочили из церкви, воевода стегал его кнутом, верующие от его слов и гневного взгляда падали на колени, а эти смеются. — Что это? — спросил протопоп, показывая пальцем на бесстыдную девку с мальцами. И боярин заговорил властно, непререкаемо, сие суть купидоны, си речь желанья сказать по-латыни, зеркало же сие для убору красоте служит, и дева сия богиня красоты, афродит рекомая. Купидоны же ее сынишки лукавцы нас стрелками в сердце сладко язвят любовью. Боярин появился теперь в зеркале за плечом протопопа. Блестел парчой, что жук, смотрел сбоку на Аввакума снисходительно. За этот десяток лет Москва, видно, перестала быть такой, какой она была историей, потянулась она к грешной другой жизни, ароматы, которые отдавали сыростью и гнельцой, как из могилы. Протопоп оторвался, отошел от зеркала, потрясенный виденьем, опомнился, что-то тянуло ему руку вниз, вспомнил жалованное серебро. Невежда, поп, чуть улыбнулся в усы и подумал ртищев, страдник мужик. Подошел к протопопу, обнял сзади его за талию, заглянул через плечо в горящие смутно глаза. Отец, с нами хорошо жить будешь, не такие чудо увидишь, а царь ждет тебя, бери шубу, оболакайся, едем. Протопоп двинулся, но тяжелая киса давила руки. Федор Михайлович, взмолился он, прикажи прибрать серебро до времени, куда я с ним поеду. Фомич, прибери, а отдашь опосля. Челядь на крыльце, челядь на лестнице, челядь во дворе повалила снег, боярин сошел с крыльца, влез в ковровый возок, за ним протопоп, и шестерка гусем поскакала из ворот. Вершный на первой паре орал «Пади!» Он боярина вез к царю, с холопским усердием хлистал кнутом налево и направо зевак. Подреза гремели по обнажившимся бревнам мостовой, лихо ехали по-боярски. Подреза здесь сани. Перед царевым верхом сани у колымажного крыльца остановил стрелецкий караул. Боярин в русской шубе с черно-буром оплечь ожерельем вылез первым, за ним протопоп, и встречные стряпчие жильцы, дворянские дети, служки, девки, ерышки останавливались и кланялись им в пояс, пялили на них глаза. Инбоярин да протопоп к царю идут. У протопопа от венецианской той афродитовой резьбы кружило в голове, на дне души горело золотое зарево, но на Иване Великом ударили колоколам, гремели торжественно и широко. Протопоп высоко нес теперь свою лисью шапку, шагая, посылал посох далеко вперед, обносил его справа наотмашь и снова бросал вперед. Шествуя, забывал протопоп о Даурии, о тяжелой нарте на кожаной лямке, о бешеных воеводских глазах, он уже подымался по красным сукнам на крыльцо, сняв шапку, входил в сени, потом в переднюю палату, маячил перед ним путеводной звездой черной с серебром затылок ртищего с восковой лысинкой, бойко стучали серебряные подковки боярских сапожков, шли толпой бояре, дьяки, те тянулись один из-за другого через плечи, через меховые оплечья шуб, слышно было протопоп, протопоп здесь Юрьевицкий вернулся. И уста умолкали, головы покачивались многозначительно. Протопоп с молодым любопытством искал в меховой парчевой бархатной толпе знакомых лиц. Не видать, что-то было таких, не досчитывался он многих, явились другие помоложе, не стало из ближних бояр обоих морозовых, убит был на войне Шереметьев, не стало толстого да хитрого Лукьяна Степановича Стрешнева, не видать могутного чернявого князя Ряполовского Василия Степановича, не видать тонколикого князя Голицына Ивана Андреевича, нет и ласкового Никита Ивановича Романова. Только одного из старых бояр и подозрел в боярской толпе протопоп Трубецкого князя Алексея Никитича боярина и воеводу, опознал его в раз. Подозрел, узрел, узнал. Тот высох и почернел еще больше, стал, как есть, Мурин чернобровый горбоносый, стоит, сложив руки на оксамитовый живот, вертит пальцами, усмехается, но, думает, ежели такого огнепального в патриархе царь пожалует, так хрен этот не слаще Никона будет, хлопот не оберешься. Но, поклонившись Ртищеву, Трубецкой приветствовал и протопопа, спросил на случай о здоровье. Стольник Кашкадама в широкой однорядке с злоченой кистью у ворота в золотом по кафтану поясе, с поклоном подбежав, распахнул другую дверь. Как шагнул за боярином протопоп в царскую комнату, тихим жаром так его и обдала. Все они тут сиживали, дружки миленькие, на этих лавках под персидскими коврами, дружки евонные, Степан протопоп, голуба душа, Иван свет тихий, Неронов, Павел, коломенский епископ умученный, Данила из Костромы, Лазарь из Романова. Сердцами они горели о вере до земли, и все, все, как есть осталось, все, как было, и узкие окна со столбцами солнца, и книги, и лампада, и иконы, а вот хороших людей нет, все извелись. Горевать некогда было, из-за стола вылазил, сам государь шел навстречу, другой стал и царь, другой. Толстухонек осел на короткие ножки, тяжко крест с жемчугами да слалами лежит далеко впереди на животе, выпирающем из-под золотого кафтана, лицо опухло, желтым щеки сквозят в посребренной бородке, усы свисли на рот, глаза утонули в опухших веках, под ними мешки, а нижняя губа выпирает надменно. Смотрит он царь несветло. Из-за стола царь вывел за собой тоненького мальчика в голубой рубашечке в зеленых с серебром сапожках. «Благослови, отче честный», сказал царь, нагнул голову, пахнувшую розовым маслом, сложил руки ковшечком, принял благословение, подтолкнул вперед мальчиком. У того глазки на бледном личке испуганно поднялись на протопопа. Царевич примит и благословенье. С колонной Ненесеем стоял могутный протопоп, высоко подняв руки, благословил царевича. Тот испугался, отскочил к ртищеву, прижался к нему. Царь смотрел с улыбкой ребенок. Одиннадцать что ли лет прошло, как не видал царь своего верного богомольца, и, вспоминая прошлое, поднялась милостиво холенная царская рука с цветными перстнями на безымянном и на мизинце. Протопоп же, склонившись, принял и поцеловал жалованную ручку. — Поздорову ль, Протопоп, живешь? — спрашивал царь. Вот опять Господь привел свидеться. Завороженно глядел Протопоп на тучного золотого человечка на слабых ногах, будто тот светился ослепительным фаворским светом властью и силой. В долгие годы изгнания, плавая по бесконечным рекам среди темных лесов, ночуя у дымных костров, сражаясь в притын и с бесами, и с людьми, как жадно думал битый, униженный, оскорбленный, но не сгибаемый поп о царе, как бешено хотел видеть в нем живое воплощение заветных своих дум о том, чего нигде николи не бывало, о том, чтобы солнцем на всю вселенную сияло воплощенное в одном человеке добро. В притын вплотную. Сделает ли это царь? Соберет ли он в единый великий восторг всю мощь народную, что волнами бьется, хлещет на всей бесконечной земле от края до края? Бесконечны труды простых людей, великие их страды, которыми они воплощают в строительство государства с твоей сияющей думы о вечной правде? Так пойдет ли он, царь, впереди народа своего на великий подвиг трудов, забот, подвиг еще больший, чем несет народ, на страдания, на муки, на саму смерть, ежели будет нужно? Садись, протопоп, сказал царь, и, придерживаясь за стол, пошел к орленому престолу. — Ноги вот болят у меня, помолись, может, полегчает. — Царевич, сядь сюда на скамеечку. — Вратном деле ногами ослаб я, все на коне да на коне. — Великие труды твои, государь, да велики твои победы. — Ага, улыбнулся Алексей Михайлович, великую титулу нашу Европа вся признала. Мы ныне цари Малой и Белой Руси, королем польским, кесарем венским, королями француженскими и аглицкими признаны. Может, и папа римский признает, а как же? — Ты где стал-то? — У тверских ворот, государь. — Ты бы поближе поговорить, когда надо. Федор Михайлович, поставь-ка протопопа в Кремле на подворье, довели, выдали-б ему нашего жаланья десять рублев, а хочешь тебя в новодевичий монастырь, попом поставим. Дождь милости лился на растроганного простого человека, им хотели, должно быть, эти золотые люди искупить перед протопопом все свои неправды, все его великие обиды. «Ну, говори, протопоп, сказывай, что видел, как народ живет», выговорил наконец государь. Протопоп смотрел и смотрел на опухшее хмурое лицо, все плыло, сливалось туманом перед ним, были одни карие, острые, изучающие холодные усталые глаза. «Исповедаться, а кому?» вдруг мелькнуло в протопоповой голове. «Богу ли, человеку ли?» «Взять вот да раскрыть, распахнуть перед ним всю правду, размахнуть ее, как молнией в последний день, чтобы видна была великая любовь, наполняющая сердце». «Государь!» начал было горячо протопоп. Размахнулась дверь, в царскую комнату быстро вошел боярин хитрово, лик роза в глаза веселые, волком глянул на ртищево, на протопопа, отбил ловко поклон царю. «Государь!» сказал сдобным голосом хитрово. «Гречин Иван Юрьев прибыл, диадему твою привез». «Диадема, головная повязка и металлический обруч могли служить символом царской или императорской власти. Здесь речь идет о шапке Мономаха, царской короне. Ту саму, Богдан Матвеич, ту саму, государь, против диадемы царя Константина Греческого, как есть она. Да где ж она, та моя диадема? В передней палате ждет гречин тебя, государь. Иди показывай, царевич, беги». Царь начал шевелиться, чтобы вылезти опять из-за стола, а боярин хитрово так ринулся вперед в дверь, что длинные рукава и лубы змеями летели позади. Царь, забыв уж про протопопа, осторожно спускал ноги с софьянной скамейки, с которой соскочил царевич, потом медленно стал сползать с кресла, озабоченно обратив к ртищи в удовольный взор. «Ты, Михайлович, того платить придется, как там с соболиной казной». У царя даже щеки порозовели. «Хватит ли? Более двадцати тысяч, а? «Хватит, государь», с поклоном отвечал ртищев. «Ну, с таможни возьмем, с новгородской четверти». Новгородская четверть — приказ, ведущий новгородской землей. «Так-так, а эдак без диадемы, говорил царь, быть нам никак невозможно, ежля Афанасий-то, Лаврентьич, нам польский престол доспеет. Как тогда без ее, без дядь Демы-то?» Афанасий Лаврентьич Ордын Нащекин. «А тут она уж и готова, диадема великого Константин-то царя, а? Ха-ха!» Царь постоял, двое стряпчих одернали на нем кафтан, подали посох, он двинулся к выходу. Тут вспомнил про вакуума. «Да ты-то, протопоп, сейчас-то мне неколь, а случится поговорить, я тебя кликну. Кликну? Ты где стоишь-то?» «У тверских ворот, у...» Но царь не слушал. «Ты того, протопоп, живи на подворье монастырском в Кремле, я кликну. Михалыч, дай ему протопопу в шапку десять рублев, прими Христа ради». Царь двинулся в переднюю палату, сбоку к нему подскочили два стольника, два стряпчих, позадертищи, взади двинулся по знаку Федора Боярина и протопоп. Передняя палата примолкла. Бояре, толкая друг друга, стояли вокруг небольшого поставца, крытого алым бархатом. Тут же стоял художник, высокий, сутулый гречин, с огромными черными глазами, с длинной узкой бородкой, в белом кафтане, тонконогий, в узких шилоносых бархатных башмаках. Цветная отара Бояр, примолкнув, бескосно блеснула выгнутыми спинами в низком поклоне, потом медленно стала выпрямляться, уставившись на лежащую на поставце золотую шапку. Диадема сияла тончайшей сплошной сканью, золото разбитое, плющеное, тянутое, спутанное в бесконечные узоры сияло, блестело, переливалось всеми своими извивами, впадинами, гранями, листиками, выпуклостями, зернами, бесконечно множе разбрасывая вокруг солнечный свет, превращая ровное сиянье дивного металла в пылающий недвижно костер. Скань, филигрань. Это было само солнце, живое, могучее, завороженное, неподвижно чудесной силой искусства и все же бурно изливающие потоки живого огня солнечного, оживляющего света. И в этом клубе золотого света крупными искрами горелись синие, зеленые, красные, алые самоцветы, тонувшие в золотом блеске, но не теряющие, а усиливающие в нем цветные свои чистейшие души, залог бесконечной многоцветности солнечного мира, подобного роскошному хвосту павлина, возникающего из одного солнечного яйца. Великолепный изумруд глубокого цвета виноградного листа, всаженный в гнездо розово-переливчатых жемчугов, венчал сверху, правил всей этой многоцветной, сияющей живой роскошью, восходящей, словно солнце из тучи из опушки почти черного, сверкающего нежной остью якутского соболя. Ость верхний ярус волосяного покрова шерсти у млекопитающих. Старый художник Иван Юрьев переступил худыми ногами, кашлянул, поднял руку, сказал торжественно «Царская коруна, на целый свет кесарь». Искусство греческого мастера творило чудо. Казалось, стоило только надеть эту шапку солнца на голову, и весь мир рухнет на колене преклониться, лягут в опрах и покинутая Вильно, и невзятая Варшава, и недоступный гордый Краков, и твердокаменная Рига, да все земли Юропы, и сам Царьград, и Иерусалим. Обняв плечки надеж сынка, стоял перед новым чудом царь. Им обоим, отцу и сыну, придется носить эту шапку, властвовать над всем миром. — Ай, хороша, — выговорил царь наконец, — дай-ка примерю, каково будет. Зеркало-то дайте стряпчее. Метнулись стряпчие стольники, по расписанным сводам палаты сверкнул зайчик от весеннего солнца, принесенное зеркало поставили на поставец, и царь, вздев на себя новый великий убор, любовался собой в чистый венецианский хрусталь. А на него смотрела подобострастная толпа, меховая, волосатая, в золотых да бархатных шубах, гул льстивых одобрений носился по палате. Пристало, ну, как влетая. Царь поворачивался перед зеркалом и так, и эдак. Он был пьян от роскошного зрелища, упоен лестью, захвачен виденьями будущего. Все сейчас казалось таким легким и исполнимым. Радость жгла душу царя, не давала дышать. Он снял с себя золотую шапку и надел ее на царевича. Маленькая бледная личка скрылась в ней, тонкая шейка мотнулась жалостно, а бояре кивали, умиленно моргали глазами, ай, хорошо, бог видит хорошо. Уйти бы протопопу домой, к Тверским воротам, в Сибирь, в Енисейск. А как уйдешь, когда со всех сторон несется поздоровуль, протопоп, давно ли здесь протопоп, где обед не поешь протопоп? Как уйдешь, когда в карман суют серебро? Как уйдешь, когда у Фомича ждет тяжелая киса? Как уйдешь, даже коли отирают тебя от царя все больше и больше боярские борода да шубы, да государственные дела? Как поймешь, что никому тут не нужны твое горячее сердце да истинная правда? Ей, никому! КОНЕЦ